Эпилог. Часть первая. Эпилог. Часть первая. Эпилог. Часть первая. Оно казалось затихшим, но таинственные силы, двигающие человечество, таинственные, потому что законы, определяющие их движение, неизвестны нам, продолжали свое действие. Несмотря на то, что поверхность исторического моря казалась неподвижной, так же непрерывно, как движение времени, двигалось человечество. Слагались, разлагались различные группы людских сцеплений. Подготовлялись причины образования и разложения государств, перемещений народов. Историческое море не как прежде направлялось порывами от одного берега к другому. Оно бурлило в глубине. Исторические лица не как прежде носились волнами от одного берега к другому. Теперь они, казалось, кружились на одном месте. Исторические лица, прежде во главе войск, отражавшие приказаниями войн, походов, сражений, движения масс, теперь отражали бурлившие движения политическими и дипломатическими соображениями, законами, трактатами. Эту деятельность исторических лиц историки называют реакцией. Описывая деятельность этих исторических лиц, бывших, по их мнению, причиной того, что они называют реакцией, Историки строго осуждают их. Все известные люди того времени, от Александра и Наполеона до Мадам Сталь, Фотти, Шеллинга, Фихте, Шатабриана и прочее, проходят перед их строгим судом и оправдываются или осуждаются, смотря потому, содействовали ли они прогрессу или реакции. В России, по их описанию, в этот период времени тоже происходила реакция, и главным виновником этой реакции был Александр I. Тот самый Александр I, который, по их же описаниям, был главным виновником либеральных начинаний своего царствования и спасения России. В настоящей русской литературе, от гимназиста до ученого-историка, нет человека, который не бросил бы своего камушка в Александра I за неправильные поступки его в этот период царствования. Он должен был поступить так-то и так-то. В таком-то случае он поступил хорошо, в таком — дурно. Он прекрасно вел себя в начале царствования и во время 12-го года, но он поступил дурно, дав Конституцию Польши, сделав Священный Союз, дав власть Аракчееву, поощряя Голицына и мистицизм, потом поощряя Шишкова и Фотия. Он сделал дурно, занимаясь фронтовой частью армии. Он поступил дурно, раскассировав Семеновский полк и так далее. Надо бы исписать десять листов для того, чтобы перечислить все те упреки, которые делают ему историки на основании того знания блага человечества, которым они обладают. Что значат эти упреки? Те самые поступки, за которые историки одобряют Александра Первого, как то либеральное начинание царствования, борьба с Наполеоном, твердость, выказанная им в 12-м году и поход 13-го года, не вытекает ли из одних и тех же источников условий крови, воспитания, жизни, сделавших личность Александра тем, чем она была, из которых вытекают и те поступки, за которые историки порицают его, как то Священный Союз, восстановление Польши, реакция 20-х годов. В чем же состоит сущность этих упреков? В том, что такое историческое лицо, как Александр Первый, лицо, стоявшее на высшей возможной ступени человеческой власти, как бы в фокусе ослепляющего света всех сосредоточившихся на нем исторических лучей, лицо, подлежавшее тем сильнейшим в мире влиянием интриг, обманов, лести, самообольщения, которые неразлучны с властью, лицо, чувствовавшее на себе всякую минуту своей жизни ответственность за все совершавшееся в Европе, и лицо, не выдуманное, а живое, как и каждый человек, со своими личными привычками, страстями, стремлениями к добру, красоте, истине, что это лицо, 50 лет тому назад не то что не было добродетельно, за это историки не упрекают, а не имело тех воззрений на благо человечества, которые имеет теперь профессор с молоду занимающейся наукой, то есть читанием книжек, лекций и списыванием этих книжек и лекций в одну тетрадку. Но если даже предположить, что Александр первые 50 лет тому назад ошибался в своем воззрении на то, что есть благо народов, невольно должно предположить, что и историк, судящий Александра, точно так же по прошествии некоторого времени окажется несправедливым в своем воззрении на то, что есть благо человечества. Предположение это тем более естественно и необходимо, что, следя за развитием истории, мы видим, что с каждым годом, с каждым новым писателем изменяется воззрение на то, что есть благо человечества. Так что то, что казалось благом, через 10 лет представляется злом, и наоборот. Мало того, одновременно мы находим в истории совершенно противоположные взгляды на то, что было зло и что было благо. Одни данную Польше Конституцию и Священный Союз ставят в заслугу, другие в укор Александру. Про деятельность Александра и Наполеона нельзя сказать, чтобы она была полезна или вредна, ибо мы не можем сказать, для чего она полезна и для чего вредна. Если деятельность эта кому-нибудь не нравится, то она не нравится ему только вследствие несовпадений ее с ограниченным пониманием его о том, что есть благо. Представляется ли мне благом сохранение в 12-м году дома моего отца в Москве или слава русских войск, или процветание Петербургского и других университетов, или свобода Польши, или могущество России, или равновесие Европы, или известного рода европейское просвещение, прогресс. Я должен признать, что деятельность всякого исторического лица имела кроме этих целей еще другие, более общие и недоступные мне цели. Но положим, что так называемая наука имеет возможность примирить все противоречия и имеет для исторических лиц и событий неизменное мерило хорошего и дурного. Положим, что Александр мог сделать все иначе. Положим, что он мог по предписанию тех, которые обвиняют его, тех, которые профессируют знание конечной цели движения человечества, распорядиться по той программе народности, свободы, равенства и прогресса, другой, кажется, нет, которую бы ему дали теперешние обвинители. Положим, что эта программа была бы возможна и составлена, и что Александр действовал бы по ней. Что же осталось бы тогда с деятельностью всех тех людей, которые противодействовали тогдашнему направлению правительства, с деятельностью, которая, по мнению историков, хороша и полезна? Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится возможность жизни. Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идей революции, или в общем прогрессе, или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить явление истории без понятий о случае и гении. Если цель европейских войн начала нынешнего столетия состояла в величии России, то эта цель могла быть достигнута без всех предшествовавших войн и без нашествия. Если цель величия Франции, то эта цель могла быть достигнута и без революции, и без империи. Если цель распространения идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, чем солдаты. Если цель прогресс цивилизации, то весьма легко предположить, что кроме истребления людей и их богатств есть другие, более целесообразные пути для распространения цивилизации. Почему же это случилось так, а не иначе? Потому что это так случилось. Случай сделал положение, гений воспользовался им, говорит история. Но что такое случай? Что такое гений? Слова случай и гений не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений. Я не знаю, почему происходит такое-то явление, думаю, что не могу знать, потому не хочу знать. И говорю, случай. Я вижу силу, производящую несоразмерное с общечеловеческими свойствами действия, не понимаю, почему это происходит, и говорю, гений. Для стада баранов тот баран, который каждый вечер отгоняется овчаром в особый деньник корму и становится вдвое толще других, должен казаться гением. И то обстоятельство, что каждый вечер именно этот самый баран попадает не в общую овчарню, а в особый деньник к ковсу, и что этот, именно этот самый баран, облитый жиром, убивается на мясо, должно представляться поразительным соединением гениальности с целым рядом необычайных случайностей. Но баранам стоит только перестать думать, что все, что делается с ними, происходит только для достижения их бараньих целей. Стоит допустить, что происходящие с ними события могут иметь и непонятные для них цели, и они тотчас же увидят единство, последовательность в том, что происходит с откармливаемым бараном. Ежели они и не будут знать, для какой цели он откармливался, то, по крайней мере, они будут знать, что все случившееся с бараном случилось не нечаянно, и им уже не будет нужды в понятии ни о случае, ни о гении. Только отрешившись от знаний близкой, понятной цели и признав, что конечная цель нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических лиц. нам откроется причина того несоразмерного с общечеловеческими свойствами действия, которые они производят. И не нужны будут нам слова «случай» и «гений». Стоит только признать, что цель волнения европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие в убийствах сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в Испании, в России, и что движение с запада на восток и с востока на запад составляет сущность и цель этих событий. И нам не только не нужно будет видеть исключительность и гениальность в характерах Наполеона и Александра, но нельзя будет представить себе эти лица иначе, как такими же людьми, как и все остальные. И не только не нужно будет объяснять случайностью тех мелких событий, которые сделали этих людей тем, чем они были, но будет ясно, что все эти мелкие события были необходимы. Отрешившись от знания конечной цели, мы ясно поймем, что точно так же, как ни к одному растению нельзя придумать других, более соответственных ему цвета и семени, чем те, которые оно производит, точно так же невозможно придумать других двух людей со всем их прошедшим, которые соответствовало бы до такой степени, до таких мельчайших подробностей тому назначению, которое им предлежало исполнить. Основной существенный смысл европейских событий начала нынешнего столетия есть воинственные движения масс европейских народов с запада на восток и потом с востока на запад. Первым зачинщиком этого движения было движение с запада на восток. Для того, чтобы народы запада могли совершить то воинственное движение до Москвы, которое они совершили, необходимо было, первое, чтобы они сложились в воинственную группу такой величины, которая была бы в состоянии вынести столкновение с воинственной группой востока. Второе, чтобы они отрешились от всех установившихся преданий и привычек, и третье, чтобы, совершая свое воинственное движение, они имели во главе своей человека, который и для себя, и для них мог бы оправдать имеющие совершиться обманы, грабежи и убийства, которые сопутствовали этому движению. И, начиная с французской революции, разрушается старое, недостаточно великая группа, уничтожаются старые привычки и предания, вырабатывается шаг за шагом группа новых размеров, новые привычки и предания, и приготовляется тот человек, который должен стоять во главе будущего движения и нести на себе всю ответственность, имеющего совершиться. «Человек без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже не француз, самыми, кажется, странными случайностями продвигается между всеми волнующими Францию партиями и, не приставая ни к одной из них, выносится на заметное место». Невежество сотоварищей, слабость и ничтожество противников, искренность лжи и блестящая и самоуверенная ограниченность этого человека выдвигают его во главу армии. Блестящий состав солдат итальянской армии, нежелание драться противников, ребяческая дерзость и самоуверенность приобретают ему военную славу. Бесчисленное количество так называемых случайностей сопутствуют ему везде, немилость, в которую он впадает у правителей Франции, служит ему в пользу. Попытки его изменить предназначенный ему путь не удаются. Его не принимают на службу в Россию и не удается ему определение в Турцию. Во время войн в Италии он несколько раз находится на краю гибели и всякий раз спасается неожиданным образом. Русские войска, те самые, которые могут разрушить его славу, по разным дипломатическим соображениям, не вступают в Европу до тех пор, пока он там. По возвращении из Италии он находит правительство в Париже в том процессе разложения, в котором люди, попадающие в это правительство, неизбежно стираются и уничтожаются. И сам собой для него является выход из этого опасного положения, состоящий в бессмысленной, беспричинной экспедиции в Африку. Опять те же так называемые случайности сопутствуют ему. Неприступная Мальта сдается без выстрела. Самые неосторожные распоряжения увенчиваются успехом. Неприятельский флот, который не пропустит после ни одной лодки, пропускает целую армию. В Африке над безоружными почти жителями совершается целый ряд злодеяний, и люди, совершающие злодеяния эти, и в особенности их руководитель, уверяют себя, что это прекрасно, что это слава, что это похоже на Кесаря и Александра Македонского, и что это хорошо. Тот идеал славы и величия, состоящий в том, чтобы не только ничего не считать для себя дурным, но гордиться всяким своим преступлением, приписывая ему непонятное сверхъестественное значение, этот идеал, долженствующий руководить этим человеком и связанными с ним людьми, на просторе вырабатывается в Африке, все, что он не делает, удается ему, чума не пристает к нему, жестокость убийства пленных не ставится ему в вину, ребячески неосторожный, беспричинный и неблагодарный отъезд его из Африки от товарищей в беде, ставится ему в заслугу, и опять неприятельский флот два раза упускает его, в то время, как он уже совершенно одурманен совершенными им счастливыми преступлениями, готовый для своей роли без всякой цели приезжает в Париж, то разложение республиканского правительства, которое могло погубить его год тому назад, теперь дошло до крайней степени и присутствия его, свежего от партии человека, теперь только может возвысить его. Он не имеет никакого плана, он всего боится, но партии ухватываются за него и требуют его участия. Он один со своим выработанным в Италии и Египте идеалом славы и величия, со своим безумием самообожания, со своей дерзостью преступлений, со своей искренностью лжи, он один может оправдать то, что имеет совершиться. Он нужен для того места, которое ожидает его, и потому почти независимо от его воли, и несмотря на его нерешительность, на отсутствие плана, на все ошибки, которые он делает, он втягивается в заговор, имеющий целью овладения властью, и заговор увенчивается успехом. Его вталкивают в заседание правителей, испуганный, он хочет бежать, считая себя погибшим, притворяется, что падает в обморок, говорит бессмысленные вещи, которые должны бы погубить его. Но правители Франции, прежде сметливые и гордые, теперь, чувствуя, что роль их сыграно, смущены еще более, чем он, говорят не те слова, которые им нужно было говорить, для того, чтобы удержать власть и погубить его. Случайность, миллионы случайностей дают ему власть, и все люди, как бы сговорившись, содействуют утверждению этой власти. Случайности делают характеры тогдашних правителей Франции подчиняющимися ему. Случайности делают характер Павла Первого, признающего его власть. Случайность делает против него заговор, не только не вредящий ему, но утверждающий его власть. Случайность посылает ему в руки Энгиенского и нечаянно заставляет его убить, тем самым сильнее всех других средств, убеждая толпу, что он имеет право так как он имеет силу. Случайность делает то, что он напрягает все силы на экспедицию в Англию, которая, очевидно, погубила его, и никогда не исполняет этого намерения, а нечаянно нападает на Мака с австрийцами, которые сдаются без сражения. Случайность и гениальность дают ему победу под Аустрилицем, и случайно все люди, не только французы, но и вся Европа, за исключением Англии, которая не примет участие в имеющих совершиться событиях, все люди, несмотря на прежний ужас и отвращение к его преступлениям, теперь признают за ним его власть, название, которое он себе дал, и его идеал величия и славы, который кажется всем чем-то прекрасным и разумным, как бы примериваясь и приготовляясь к предстоящему движению, силы Запада несколько раз в 1805, 6, 7, 9 году стремятся на восток, крепчая и нарастая. В 1811 году группа людей, сложившаяся во Франции, сливается в одну огромную группу с серединными народами. Вместе с увеличивающейся группой людей дальше развивается сила оправдания человека, стоящего во главе движения. В десятилетний приготовительный период времени, предшествующий большому движению, человек этот сводится со всеми коронованными лицами Европы. Разоблаченные владыки мира не могут противопоставить наполеоновскому идеалу славы и величия, не имеющего смысла, никакого разумного идеала. Один перед другим они стремятся показать ему свое ничтожество. Король Прусский посылает свою жену заискивать милости великого человека. Император Австрии считает за милость то, что человек этот принимает в свое ложе дочь Кесарей. Папа, блюститель святыни народов, служит своей религией возвышению великого человека. Не столько сам Наполеон приготовляет себя для исполнения своей роли, сколько все окружающее готовит его к принятию на себя всей ответственности того, что совершается и имеет совершиться. Нет поступка, нет злодеяния или мелочного обмана, который бы он совершил, и который тотчас же в устах его окружающих не отразился бы в форме великого деяния. Лучший праздник, который могут придумать для него германцы, это празднование Иены и Ауэрштетта. Не только он велик, но великие его предки, его братья, его пасанки и зятья. Все совершается для того, чтобы лишить его последней силы разума и приготовить его страшные роли. И когда он готов, готовы и силы. Нашествие стремится на восток, достигает конечной цели Москвы. Столица взята, русское войско более уничтожено, чем когда-нибудь были уничтожены неприятельские войска в прежних войнах от Аустерлица до Ваграма. И вдруг, вместо тех случайностей и гениальностей, которые так последовательно вели его до сих пор непрерывным рядом успехов к предназначенной цели, является бесчисленное количество обратных случайностей от насморка в Бородине до морозов и искры, зажегшие Москву. И вместо гениальности являются глупость и подлость, не имеющие примеров. Нашествие бежит, возвращается назад, опять бежит, и все случайности постоянно теперь уже не за, а против него. Совершается противодвижение с востока на запад с замечательным сходством с предшествовавшим движением с запада на восток. Те же попытки движения с востока на запад в 1805, 1807, 1809 годах предшествуют большому движению. То же сцепление в группу огромных размеров, то же приставание серединных народов к движению, то же колебание в середине пути и та же быстрота по мере приближения к цели. Париж крайняя цель достигнута. Наполеоновское правительство и войска разрушены. Сам Наполеон не имеет больше смысла. Все действия его очевидно жалки и гадки, но опять совершается необъяснимая случайность. Союзники ненавидят Наполеона, в котором они видят причину своих бедствий. Лишенный силы и власти, изобличенный в злодействах и коварствах, он бы должен был представляться им таким, каким он представлялся им десять лет тому назад и год после, разбойником вне закона. Но по какой-то странной случайности никто не видит этого. Роль его еще не кончена. Человека, которого десять лет тому назад и год и год после считали разбойником вне закона, посылают в два дня переезда от Франции на остров, отдаваемый ему во владение с гвардией и миллионами, которые платят ему за что-то. Движение народов начинает укладываться в свои берега. Волны большого движения отхлынули и на затихшем море образуются круги, по которым носятся дипломаты, воображая, что именно они производят затихшие движения. Но затихшее море вдруг поднимается. Дипломатам кажется, что они и их несогласия причиной этого нового напора сил. Они ждут войны между своими государями. Положение им кажется неразрешимым. Но волна, подъем которой они чувствуют, несется не оттуда, откуда они ждут ее. Поднимается та же волна с той же исходной точки движения Парижа. Совершается последний отплеск движения с запада. Отплеск который должен разрешить кажущиеся неразрешимыми дипломатические затруднения и положить конец воинственному движению этого периода. Человек, опустошивший Францию, один, без заговора, без солдат, приходит во Францию. Каждый сторож может взять его, но по странной случайности никто не только не берет, но все с восторгом встречают того человека, которого проклинали день тому назад и будут проклинать через месяц. «Человек этот нужен еще для оправдания последнего совокупного действия». Действие совершено, последняя роль сыграно, актеру велено раздеться и смыть сурьму и румяны, он больше не понадобится. И проходит несколько лет в том, что этот человек в одиночестве на своем острове играет сам перед собой жалкую комедию, мелочно интригует и лжет, оправдывая свои деяния, когда оправдание это уже не нужно, и показывает всему миру, что такое было то, что люди принимали за силу, когда невидимая рука водила им. Распорядитель, окончив драму и раздев актера, показал его нам. Смотрите, чему вы верили, вот он. Видите ли вы теперь, что не он, а я двигал вас. Но ослепленные силой движения люди долго не понимали этого. Еще большую последовательность и необходимость представляет жизнь Александра Первого, того лица, которое стояло во главе противодвижения с востока на запад. Что нужно для того человека, который бы, заслоняя других, стоял во главе этого движения с востока на запад. Нужно чувство справедливости, участие к делам Европы, но отдаленное, не затемненное мелочными интересами. Нужно преобладание высоты нравственной над сотоварищами, государями того времени. Нужна кроткая и привлекательная личность. Нужно личное оскорбление против Наполеона. И все это есть в Александре Первом. Все это подготовлено бесчисленными так называемыми случайностями всей его прошедшей жизни и воспитанием, и либеральными начинаниями, и окружающими советниками, и аустерлицем, и тильзитом, и эрфуртом. Во время народной войны лицо это бездействует, так как оно не нужно. Но как скоро является необходимость общей европейской войны, лицо это в данный момент является на свое место и, соединяя европейские народы, ведет их к цели. Цель достигнута. После последней войны 1815 года Александр находится на вершине возможной человеческой власти. Как же он употребляет ее? Александр I, умиротворитель Европы, человек с молодых лет, стремившийся только к благу своих народов, первый зачинщик либеральных нововведений в своем Отечестве, теперь, когда кажется, он владеет наибольшей властью и потому возможностью сделать благо своих народов, в то время как Наполеон в изгнании делает детские лживые планы о том, как бы он осчастливил человечество, если бы имел власть, Александр I, исполнив свое призвание и почуяв на себе руку Божью, вдруг признает ничтожность этой мнимой власти, отворачивается от нее, передает ее в руки презираемых им и презренных людей и говорит только не нам, не нам, а имени твоему, я человек тоже, как и вы, оставьте меня жить как человека и думать о своей душе и о Боге, как Солнце и каждый атом эфира есть шар, законченный в самом себе и вместе с тем только атом недоступного человеку по огромности целого, так и каждая личность носит в самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целем общим. Пчела, сидевшая на цветке, ужалила ребенка, и ребенок боится пчел и говорит, что цель пчелы состоит в том, чтобы жалить людей. Поэт любуется пчелой, впивающейся в чашечку цветка и говорит, цель пчелы состоит во впивании в себя аромата цветов. Пчеловод, замечая, что пчела собирает цветочную пыль и приносит ее в улей, говорит, что цель пчелы состоит в собирании меда. Другой пчеловод, ближе изучив жизнь роя, говорит, что пчела собирает пыль для выкармливания молодых пчел и выведения матки, что цель ее состоит в продолжении рода. Ботаник замечает, что, перелетая с пылью двудомного цветка на пестик, пчела оплодотворяет его, и ботаник в этом видит цель пчелы. Другой, наблюдая переселение растений, видит, что пчела содействует этому переселению, и этот новый наблюдатель может сказать, что в этом состоит цель пчелы. Но конечная цель пчелы не исчерпывается ни тою, ни другой, ни третьей целью, которые в состоянии открыть ум человеческий. Чем выше поднимается ум человеческий в открытии этих целей, тем очевиднее для него недоступность конечной цели. человеку доступно только наблюдение над соответственностью жизни пчелы с другими явлениями, тоже с целями исторических лиц и народов. свадьба Наташи, вышедшая в тринадцатом году за Безухова, было последнее радостное событие в старой семье Ростовых. В тот же год граф Илья Андреевич умер, и, как это всегда бывает, со смертью его распалась старая семья. События последнего года, пожар Москвы и бегство из нее, смерть князя Андрея и отчаяние Наташи, смерть Пети, горе графини, все это как удар за ударом падало на голову старого графа. Он, казалось, не понимал и чувствовал себя не в силах понять значение всех этих событий и, нравственно согнув свою старую голову, как будто ожидал и просил новых ударов, которые бы его покончили. Он казался то испуганным и растерянным, то неестественно оживленным и предприимчивым. Свадьба Наташи на время заняла его своей внешней стороной. Он заказывал обеды, ужины и, видимо, хотел казаться веселым, но веселье его не сообщалось, как прежде, а, напротив, возбуждало сострадание в людях, знавших и любивших его. После отъезда Пьера с женой он затих и стал жаловаться на тоску. Через несколько дней он заболел и слег в постель. С первых дней его болезни, несмотря на утешение докторов, он понял, что ему не вставать. Графиня, не раздеваясь, две недели провела в кресле у его изголовья. Всякий раз, как она давала ему лекарство, он, всхлипывая, молча целовал ее руку. В последний день он, рыдая, просил прощения у жены и заочно у сына за разорение имения, главную вину, которую он за собой чувствовал. Причастившись и особоровавшись, он тихо умер, и на другой день толпа знакомых, приехавших отдать последний док покойнику, наполняла наемную квартиру Ростовых. Все эти знакомые, столько раз обедавшие и танцевавшие у него, столько раз смеявшиеся над ним, теперь все с одинаковым чувством внутреннего упрека и умиления, как бы оправдываясь перед кем-то. Говорили, да, там как бы то ни было, а прекраснейший был человек. Таких людей нынче уж не встретишь. А у кого же нет своих слабостей? Именно в то время, когда дела графа так запутались, что нельзя было себе представить, чем все это кончится, если продолжится еще год, он неожиданно умер. Николай был с русскими войсками в Париже, когда к нему пришло известие о смерти отца. Он тотчас же подал в отставку и, не дожидаясь ее, взял отпуск и приехал в Москву. Положение денежных дел через месяц после смерти графа совершенно обозначилось, удивив всех громадностью суммы разных мелких долгов, существований которых никто и не подозревал. Долгов было вдвое больше, чем имения. Родные и друзья советовали Николаю отказаться от наследства, но Николай в отказе от наследства видел выражение укора священной для него памяти отца, и потому не хотел слышать об отказе, и принял наследство с обязательством уплаты долгов. Кредиторы, так долго молчавшие, будучи связаны при жизни графа тем неопределенным, но могучим влиянием, которое имело на них его распущенная доброта, вдруг все подали ко взысканию. Явилось, как это всегда бывает, соревнования, кто прежде получит, и те самые люди, которые, как Митенька и другие, имели безденежные векселя, подарки, явились теперь самыми требовательными кредиторами. Николаю не давали ни срока, ни отдыха, и те, которые, по-видимому, жалели старика, бывшего виновником их потери, если были потери. Теперь безжалостно накинулись на очевидно невинного перед ними молодого наследника, добровольно взявшего на себя уплату. Ни один из предполагаемых Николаем оборотов не удался. Имение с молотка было продано за полцены, а половина долгов оставалась все-таки неуплаченную. Николай взял предложенные ему зятем Безуховым тридцать тысяч для уплаты той части долгов, которые он признавал за денежные, настоящие долги. А чтобы за оставшиеся долги не быть посаженным в яму, чем ему угрожали кредиторы, он снова поступил на службу. Ехать в армию, где он был на первой вакансии полкового командира нельзя было потому, что мать теперь держалась за сына как за последнюю приманку жизни. И потому, несмотря на нежелание оставаться в Москве в кругу людей, знавших его прежде, несмотря на свое отвращение к статской службе, он взял в Москве место по статской части и, сняв любимый им мундир, поселился с матерью и Соней на маленькой квартирке на Сивцевом вражке. Наташа и Пьер жили в это время в Петербурге, не имея ясного понятия о положении Николая. Николай, заняв у зяти деньги, старался скрыть от него свое бедственное положение. Положение Николая было особенно дурно потому, что своими тысячью-двумястами рублями жалования он не только должен был содержать себя, Соню и мать, но он должен был содержать мать так, чтобы она не замечала, что они бедны. Графиня не могла понять возможности жизни без привычных ей с детства условий роскоши и беспрестанно не понимая того, как это трудно было для сына, требовала то экипажа, которого у них не было, чтобы послать за знакомый, то дорогого кушания для себя и вина для сына, то денег, чтобы сделать подарок сюрприз Наташе, Соне и тому же Николаю. Соня вела домашнее хозяйство, ухаживала за теткой, читала ей вслух, переносила ее капризы и затаенные нерасположения и помогала Николаю скрывать от старой графини то положение нужды, в котором они находились. Николай чувствовал себя в неоплатном долгу благодарности перед Соней за все, что она делала для его матери. восхищался ее терпением и преданностью, но старался отдаляться от нее. Он в душе своей как будто упрекал ее за то, что она была слишком совершенна и за то, что не в чем было упрекать ее, в ней было все, за что ценят людей, но было мало того, чтобы заставило его любить ее. и он чувствовал, что чем больше он ценит, тем меньше любит ее. Он поймал ее на слове в ее письме, которым она давала ему свободу, и теперь держал себя с нею так, как будто все то, что было между ними, уже давным-давно забыто и ни в коем случае не может повториться. положение Николая становилось хуже и хуже. Мысль о том, чтобы откладывать из своего жалования, оказалась мечтою. Он не только не откладывал, но, удовлетворяя требования матери, должал по мелочам. Выхода из его положения ему не представлялось никакого. мысль о женитьбе на богатой наследнице, которую ему предлагали его родственницы, была ему противна. Другой выход из его положения, смерть матери, никогда не приходила ему в голову. Он ничего не желал, ни на что не надеялся, и в самой глубине души испытывал мрачное и строгое наслаждение в безропотном перенесении своего положения. Он старался избегать прежних знакомых с их соболезнованием и предложениями оскорбительной помощи, избегал всякого рассеяния и развлечения, даже дома ничем не занимался, кроме раскладывания карт со своей матерью, молчаливыми прогулками по комнате и курением трубки за трубкой. Он как будто старательно соблюдал в себе то мрачное настроение духа, в котором одном он чувствовал себя в состоянии переносить свое положение. В начале зимы княжна Марья приехала в Москву. Из городских слухов она узнала о положении Ростовых и о том, как сын жертвовал собой для матери, так говорили в городе. Я и не ожидала от него другого, говорила себе княжна Марья, чувствуя радостное подтверждение своей любви к нему. Вспоминая свои дружеские и почти родственные отношения ко всему семейству, она считала своей обязанностью ехать к ним. Но вспоминая свои отношения к Николаю в Воронеже, она боялась этого. Сделав над собой большое усилие, она, однако, через несколько недель после своего приезда в город приехала к Ростову. Николай первый встретил ее, так как графине можно было проходить только через его комнату. При первом взгляде на нее лицо Николая вместо выражения радости, которую ожидала увидеть на нем княжна Марья, приняла невиданное прежде княжной выражение холодности, сухости и гордости. Николай спросил о ее здоровье, проводил к матери и, посидев минут пять, вышел из комнаты. Когда княжна выходила от графини, Николай опять встретил ее и особенно торжественно и сухо проводил до передней. Он ни слова не ответил на ее замечание о здоровье графини. «Вам какое дело, оставьте меня в покое», говорил его взгляд. «И что шляется, чего ей нужно? Терпеть не могу этих барынь и все эти любезности», сказал он вслух при Соне, видимо, не в силах удержать свою досаду после того, как карета княжны отъехала от дома. «Ах, как можно так говорить, Николай», сказала Соня, едва скрывая свою радость. «Она такая добрая и маман так любит ее». Николай ничего не ответил и хотел бы вовсе не говорить больше о княжне. Но со времени ее посещения старая графиня всякий день по нескольку раз заговаривала о ней. Графиня хвалила ее, требовала, чтобы сын съездил к ней, выражала желание видеть ее почаще, но вместе с тем всегда становилась не в духе, когда она о ней говорила. Николай старался молчать, когда мать говорила о княжне, но молчание его раздражало графиню. «Она очень достойная и прекрасная девушка», говорила она, «и тебе надо к ней съездить? «Все все-таки ты увидишь кого-нибудь, а то тебе скука, я думаю, с нами». «Да я нисколько не желаю, маменька». «То хотел видеть, а теперь не желаю». «Я тебя, мой милый, право, не понимаю. То тебе скучно, то ты вдруг никого не хочешь видеть». «Да я не говорил, что мне скучно». «Ну как же, ты сам сказал, что ты и видеть ее не желаешь. Она очень достойная девушка и всегда тебе нравилась. А теперь вдруг какие-то резоны. Все от меня скрывают, да нисколько, маменька. Если б я тебя просила сделать что-нибудь неприятное, а то я тебя прошу съездить отдать визит. Кажется, и учтивость требует. Я тебя просила и теперь больше не вмешиваюсь, когда у тебя тайны от матери. Да я поеду, если хотите. Мне все равно. Я для тебя желаю». Николай вздыхал, кусая усы, и раскладывал карты, стараясь отвлечь внимание матери на другой предмет. На другой, на третий, на четвертый день повторился тот же и тот же разговор. После своего посещения Ростовых и того неожиданного холодного приема, сделанного ей Николаем, княжна Мария признала себе, что она была права, не желая ехать первая к Ростову. «Я ничего и не ожидала другого», говорила она себе, призывая на помощь свою гордость. «Мне нет никакого дела до него, я только хотела видеть старушку, которой была всегда добра ко мне и которой я многим обязана». Но она не могла успокоиться этими рассуждениями. Чувство похожее на раскаяние мучило ее, когда она вспоминала свое посещение. Несмотря на то, что она твердо решилась не ездить больше к Ростовым и забыть все это, она чувствовала себя беспрестанно в неопределенном положении. И когда она спрашивала себя, что же такое было то, что мучило ее, она должна была признаваться, что это были ее отношения к Ростову. Его холодный учтивый тон не вытекал из его чувства к ней, она это знала, а тон этот прикрывал что-то. Это что-то ей надо было разъяснить, и до тех пор она чувствовала, что не могла быть покойна. В середине зимы она сидела в классной, следя за уроками племянника, когда ей пришли доложить о приезде Ростова. С твердым решением не выдавать своей тайны и не выказать своего смущения, она пригласила мадемуазель Бурьен и с ней вместе вышла в гостиную. При первом взгляде на лицо Николая она увидала, что он приехал только для того, чтобы исполнить долг учтивости. И решилась твердо держаться в том самом тоне, в котором он обратился к ней. Они заговорили о здоровье графини, об общих знакомых, о последних новостях войны. И когда прошли те требуемые приличием десять минут, после которых гость может встать, Николай поднялся, прощаясь. Княжна с помощью мадемуазель Бурьен выдержала разговор очень хорошо, но в самую последнюю минуту, в то время, как он поднялся, она так устала говорить о том, до чего ей не было дела, и мысль о том, за что ей одной так мало дано радости в жизни, так заняла ее, что она в припадке рассеянности, устремив вперед себя свои лучистые глаза, сидела неподвижно, не замечая, что он поднялся. Николай посмотрел на нее, и, желая сделать вид, что он не замечает ее рассеянности, сказал несколько слов мадемуазель Бурьен и опять взглянул на княжну. Она сидела так же неподвижно, и на нежном лице ее выражалось страдание. Ему вдруг стало жалко ее, и смутно представилось, что, может быть, он был причиной той печали, которая выражалась на ее лице. Ему захотелось помочь ей, сказать ей что-нибудь приятное, но он не мог придумать, что бы сказать ей. «Прощайте, княжна», сказал он. Она опомнилась, вспыхнула и тяжело вздохнула. «Ах, виновата», сказала она, как бы проснувшись. «Вы уже едете, граф, ну, прощайте». «А подушку у графини?» «Постойте, я сейчас принесу ее», сказала мадемуазель Бурьен и вышла из комнаты. Оба молчали, изредка взглядывая друг на друга. «Да, княжна», сказал наконец Николай, грустно улыбаясь. «Недавно, кажется, а сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами в первый раз виделись в Богучарове? Как мы все казались в несчастье, а я бы дорого дал, чтобы воротить это время? Да не воротишь, княжна пристально глядела ему в глаза своим лучистым взглядом, когда он говорил это. Она как будто старалась понять тот тайный смысл его слов, который бы объяснил ей его чувства к ней. «Да, да», сказала она, «но вам нечего жалеть прошедшего, граф. Как я понимаю вашу жизнь теперь вы всегда с наслаждением будете вспоминать ее, потому что самоотвержение, которым вы живете теперь...» «Я не принимаю ваших похвал», перебил он ее поспешно, «напротив, я беспрестанно себя упрекаю, но это совсем неинтересный и невеселый разговор». И опять взгляд его принял прежнее сухое и холодное выражение. Но княжна уже увидала в нем опять того же человека, которого она знала и любила, и говорила теперь только с этим человеком. «Я думала, что вы позволите мне сказать вам это», сказала она. «Мы так сблизились с вами и с вашим семейством, и я думала, что вы не почтете неуместным мое участие». «Но я ошиблась», сказала она. Голос ее вдруг дрогнул. «Я не знаю, почему», продолжала она, оправившись, «Вы прежде были другой, и...» «Есть тысячи причин, почему». Он сделал особое ударение на слово «Почему». «Благодарю вас, княжна», сказал он тихо. «Иногда тяжело». «Так вот отчего, вот отчего», говорил внутренний голос в душе княжны Марьи. «Нет, я не один этот веселый, добрый и открытый взгляд, ни одну красивую внешность полюбила в нем. Я угадала его благородную, твердую, самоотверженную душу», говорила она себе. «Да, он теперь беден, а я богата. Да, только от этого. Да, если б этого не было, и, вспоминая прежнюю его нежность, и теперь, глядя на его доброе и грустное лицо, она вдруг поняла причину его холодности. «Почему же, граф? почему?» вдруг вскликнула она, невольно подвигаясь к нему. «Почему, скажите мне? Вы должны сказать». Он молчал. «Я не знаю, граф, вашего почему», продолжала она, «но мне тяжело, мне... Я признаюсь вам в этом. вы за что-то хотите лишить меня прежней дружбы, и мне это больно». У нее слезы были в глазах и в голосе. У меня так мало было счастья в жизни, что мне тяжела всякая потеря. Извините меня, прощайте». Она вдруг заплакала и пошла из комнаты. «Княжна! Постойте ради Бога!» вскрикнул он, стараясь остановить ее. «Княжна!» Она оглянулась. Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу, и далекая, невозможная вдруг стала близким, возможным и неизбежным. Осенью 1814 года Николай женился на княжне Марье и с женой, матерью и Соней переехал на житье в Лысые горы. В три года он, не продавая именья жены, уплатил оставшиеся долги и, получив небольшое наследство после умершей кузины, заплатил и долг Пьеру. Еще через три года, к 1820 году, Николай так устроил свои денежные дела, что прикупил небольшое именье под Лысых гор и вел переговоры о выкупе отцовского отрадного, что составляло его любимую мечту. Начав хозяйничать по необходимости, он скоро так пристрастился к хозяйству, что оно сделалось для него любимым и почти исключительным занятием. Николай был хозяин простой, не любил нововведений, в особенности английских, которые входили тогда в моду, смеялся над теоретическими сочинениями о хозяйстве, не любил заводов, дорогих производств, посевов дорогих хлебов и вообще не занимался отдельно ни одной частью хозяйства. У него перед глазами всегда было только одно имение, а не какая-нибудь отдельная часть его. В имени же главным предметом был не азот и не кислород, находящийся в почве и воздухе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, через посредство которого действует и азот, и кислород, и назем, и плуг, то есть работник-мужик. Когда Николай взялся за хозяйство и стал вникать в различные его части, мужик особенно привлек к себе его внимание. Мужик представлялся ему не только орудием, но и целью, и судьею. Он сначала всматривался в мужика, стараясь понять, что ему нужно, что он считает дурным и хорошим, и только притворялся, что распоряжается и приказывает. В сущности же, только учился у мужиков и приемом, и речам, и суждением о том, что хорошо, и что дурно. И только тогда, когда понял вкусы и стремления мужика, научился говорить его речью и понимать тайный смысл его речи, когда почувствовал себя сроднившимся с ним, только тогда стал он смело управлять им, то есть исполнять по отношению к мужику ту самую должность, исполнение которой от него требовалось. И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты. Принимая в управление имение, Николай сразу, без ошибки, по какому-то дару прозрения назначил бургомистром, старостой, выборным тех самых людей, которые были бы выбраны самими мужиками. И если бы они могли выбирать, и начальники его никогда не переменялись, прежде чем исследовать химические свойства навоза, прежде чем вдаваться в дебет и кредит, как он любил насмешливо говорить, он узнавал количество скота у крестьян и увеличивал это количество всеми возможными средствами. Семьи крестьян он поддерживал в самых больших размерах, не позволяя делиться. Ленивых, развратных и слабых он одинаково преследовал и старался изгонять из общества. При посевах и уборке сена и хлебов он совершенно одинаково следил за своими и мужицкими полями, и у редких хозяев были так рано и хорошо посеяны и убраны поля, и так много дохода, как у Николая. С дворовыми он не любил иметь никакого дела, называл их дармоедами и, как все говорили, распустил и избаловал их. Когда надо было сделать какое-нибудь распоряжение насчет дворового, в особенности, когда надо было наказывать, он бывал в нерешительности и советовался со всеми в доме. Только когда возможно было отдать в солдаты вместо мужика дворового, он делал это без малейшего колебания. Во всех же распоряжениях, касавшихся мужиков, он никогда не испытывал ни малейшего сомнения. Всякое распоряжение его, он это знал, будет одобрено всеми против одного или нескольких. Он одинаково не позволял себе утруждать или казнить человека потому только, что ему этого так хотелось, как и облегчить и награждать человека потому, что в этом состояло его личное желание. Он не умел бы сказать, в чем состояло это мерило, того, что должно и чего не должно, но мерило это в его душе было твердо и непоколебимо. Он часто говорил с досадой о какой-нибудь неудаче или беспорядке, с нашим русским народом, и воображал себя, что он терпеть не может мужика. Но он всеми силами души любил этот наш русский народ и его быт, и потому только понял и усвоил себе тот единственный путь и прием хозяйства, которые приносили хорошие результаты. Графиня Мария ревновала своего мужа к этой любви его и жалела, что не могла в ней участвовать, но не могла понять радости и огорчений, доставляемых ему этим отдельным, чуждым для нее миром. Она не могла понять, отчего он бывал так особенно оживлен и счастлив, когда он, встав на заре и, проведя все утро в поле или на гумне, возвращался к ее чаю с посева покоса или уборки. Она не понимала, чем он восхищался, рассказывая с восторгом про богатого хозяйственного мужика Матвея Ермишина, который всю ночь с семьей возил снопы, еще ни у кого ничего не было убрано, а у него уже стояли адонья. Она не понимала, отчего он так радостно, переходя от окна к балкону, улыбался под усами и подмигивал, когда на засыхающие всходы овса выпадал теплый частый дождик, или отчего, когда в покос или уборку угрожающая туча уносилась ветром, он красный, загорелый и в поту, с запахом полыни и горчавки в волосах, приходя с гумна, радостно потирая руки, говорил, ну, еще денек, и мое, крестьянское, все будет в гумне. Еще менее могла она понять, почему он, с его добрым сердцем, с его всегдашнюю готовностью предупредить ее желание, приходил почти в отчаяние, когда она передавала ему просьбу каких-нибудь баб или мужиков, обращавшихся к ней, чтобы освободить их от работ, почему он, добрый Никола, упорно отказывал ей, сердито прося ее не вмешиваться не в свое дело. Она чувствовала, что у него был особый мир, страстно им любимый, с какими-то законами, которых она не понимала. Когда она иногда, стараясь понять его, говорила ему о его заслуге, состоящей в том, что он делает добро своих подданных, он сердился и отвечал, вот уж нисколько, никогда и в голову мне не приходит, и для их блага вот чего не сделаю. Все это поэзии бабьи сказки, все это благо ближнего, мне нужно, чтобы наши дети не пошли по миру, мне надо устроить наше состояние, пока я жив, вот и все, для этого нужен порядок, нужна строгость, вот что, говорил он, сжимая свой сангвенический кулак, и справедливость, разумеется, прибавлял он, потому что, если крестьянин гол и голоден, и лошаденка у него одна, так он ни на себя, ни на меня не сработает, и должно быть, потому что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-нибудь для других, для добродетели, все, что он делал, было плодотворно, состояние его быстро увеличивалось, соседние мужики приходили просить его, чтобы он купил их, и долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении, хозяин был, наперед мужицкое, потом свое, но и по тачке не давал, одно слово, хозяин. Одно, что мучило Николая по отношению к его хозяйничанию, это была его вспыльчивость в соединении со старой гусарской привычкой давать волю рукам. В первое время он не видел в этом ничего предосудительного, но на второй год своей женитьбы его взгляд на такого рода расправы вдруг изменился. Однажды летом из Богучарова был вызван староста, заменивший умершего дрона, обвиняемый в разных мошенничествах и неисправностях. Николай вышел к нему на крыльцо, и с первых ответов староста в сенях послышались крики и удары. Вернувшись к завтраку домой, Николай подошел к жене, сидевшись низкоопущенной над пяльцами головой, и стал рассказывать ей по обыкновению все то, что занимало его в это утро, и, между прочим, и про богучаровского старосту. Графиня Мария краснее, бледнее, и, поджимая губы, сидела все так же, опустив голову, и ничего не отвечала на слова мужа. «Эдакой наглый мерзавец», говорил он, горячась при одном воспоминании, «ну, сказал бы он мне, что был пьян, не видал». «Да что с тобой, Мария?» вдруг спросил он. Графиня Мария подняла голову, хотела что-то сказать, но опять поспешно потупилась и собрала губы. «Что ты? Что с тобой, дружок мой?» Некрасивая графиня Мария всегда хорошела, когда плакала. Она никогда не плакала от боли или досады, но всегда от грусти и жалости, и когда она плакала, лучистые глаза ее приобретали неотразимую прелесть. Как только Николай взял ее за руку, она не в силах была удержаться и заплакала. «Николай, я видела, он виноват, но ты, зачем ты, Николай?» и она закрыла лицо руками. Николай замолчал, Багрова покраснел, и, отойдя от нее, молча стал ходить по комнате, он понял, о чем она плакала. Но вдруг он не мог в душе своей согласиться с ней, что то, с чем он жился с детства, что он считал самым обыкновенным, было дурно. «Любезности это бабьи сказки, или она права?» спрашивал он сам себя. Не решив сам с собой этого вопроса, он еще раз взглянул на ее страдающее и любящее лицо, и вдруг понял, что она была права, а он давно уже виноват сам перед собою. «Мари», сказал он, тихо подойдя к ней, «этого больше не будет никогда, даю тебе слово». «Никогда», повторил он дрогнувшим голосом, как мальчик, который просит прощения. Слезы еще чаще плелись из глаз графини. Она взяла руку мужа и поцеловала ее. «Никола, когда ты разбил каме?» Чтобы переменить разговор, сказала она, разглядывая его руку, на которой был перстень с головой Лаукона. «Нынче?» «Все тоже». «Ах, Мария, не напоминай мне об этом». Он опять вспыхнул. «Даю тебе честное слово, что этого больше не будет, и пусть это будет мне память навсегда», сказал он, указывая на разбитый перстень. С тех пор, как только при объяснении их со старостами и приказчиками кровь бросалась ему в лицо, и руки начинали сжиматься в кулаки, Николай вертел разбитый перстень на пальцы и опускал глаза перед человеком, рассердившим его. Однако же раза два в год он забывался, и тогда, придя к жене, признавался и опять давал обещание, что уже теперь это было последний раз. «Марий, ты верно меня презираешь, говорил он ей, я стою этого. Ты уйди, уйди поскорее, ежели чувствуешь себя не в силах удержаться», с грустью говорила графиня Мария, стараясь утешить мужа. В дворянском обществе и губернии Николай был уважаем, но нелюбим, дворянские интересы не занимали его, и за это-то одни считали его гордым, другие глупым человеком. Все время его летом с весеннего посева и до уборки проходило в занятиях по хозяйству. Осенью он с той же деловою серьезностью, с которой занимался хозяйством, придавался охоте, уходя на месяц и на два в отъезд со своей охотой. Зимой он ездил по другим деревням и занимался чтением. Чтение его составляли книги преимущественно исторические, выписывавшиеся им ежегодно на известную сумму. Он составлял себе, как говорил, серьезную библиотеку и за правило поставлял прочитывать все те книги, которые он покупал. Он со значительным видом сиживал в кабинете за этим чтением, сперва возложенным на себя как обязанность, а потом сделавшимся привычным занятием, доставлявшим ему особого рода удовольствия и сознание того, что он занят серьезным делом. За исключением поезда по делам по делам большую часть времени зимой он проводил дома, сживаясь с семьей и входя в мелкие отношения между матерью и детьми. С женой он сходился все ближе и ближе, с каждым днем открывая в ней новые душевные сокровища. Соня со времени женитьбы Николая жила в его доме. Еще перед своей женитьбой Николай, обвиняя себя и хваля ее, рассказал своей невесте все, что было между ним и Соней. Он просил княжну Марию быть ласковой и доброй с его кузиной. Графиня Мария чувствовала вполне вину своего мужа, чувствовала и свою вину перед Соней. Думала, что ее состояние имело влияние на выбор Николая. Не могла ни в чем упрекнуть Соню, желала любить ее, но не только не любила, а часто находила против нее в своей душе злые чувства и не могла преодолеть их. Однажды она разговорилась с другом своим Наташей о Соне и о своей к ней несправедливости. Знаешь, что, сказала Наташа, вот ты много читала Евангелие, там есть одно место прямо о Соне. «Что?» С удивлением спросила графиня Мария. «Имущему дастся, а у неимущего отнимется, помнишь?» «Она неимущий, за что, не знаю, в ней нет, может быть, эгоизма, я не знаю, но у нее отнимется, и все отнялось. Мне ее ужасно жалко иногда. Я ужасно желала, прежде, чтобы Николай женился на ней, но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она пустоцвет, знаешь, как на клубнике. Иногда мне ее жалко, а иногда я думаю, что она не чувствует этого, как чувствовали бы мы. И несмотря на то, что графиня Мария толковала Наташе, что эти слова Евангелия надо понимать иначе, глядя на Соню, она соглашалась с объяснением, данным Наташей. Действительно казалось, что Соня не тяготится своим положением и совершенно примирилась со своим назначением пустоцвета. Она дорожила, казалось, не столько людьми, сколько всей семьей. Она как кошка прижилась не к людям, а к дому. Она ухаживала за старой графиней, ласкала и баловала детей, всегда была готова оказать те мелкие услуги, на которые она была способна, но все это принималось невольно, со слишком слабой благодарностью. Усадьба Лысых Гор была вновь отстроена, но уже не на ту ногу, на которой она была при покойном князе. Постройки, начатые во времена нужды, были более чем просты. Огромный дом на старом каменном фундаменте был деревянный, отштукатуренный только снутри. Большой поместительный дом с некрашенным дощатым полом был меблирован самыми простыми жесткими диванами и креслами, столами и стульями из своих берез и работы своих столяров. Дом был поместителен с комнатами для дворни и отделениями для приезжих. Родные Ростовых и Балконских иногда съезжались гостить в Лысые горы семьями на своих шестнадцати лошадях с десятками слуг и жили месяцами. Кроме того, четыре раза в год в именины и рождение хозяев съезжалось до ста человек гостей на один-два дня. Остальное время года шла ненарушимо правильная жизнь с обычными занятиями, чаями, завтраками, обедами, ужинами и с домашней провизией. КОНУН КОНУН Был канун зимнего Николина дня 5 декабря 1820 года. В этот год Наташа с детьми и мужем с начала осени гостила у брата. Пьер был в Петербурге, куда он поехал по своим особенным делам, как он говорил, на три недели и где он теперь проживал уже седьмую. Его ждали каждую минуту. 5 декабря, кроме семейства Безуховых, у Ростова гостил еще старый друг Николая, отставной генерал Василий Федорович Денисов. 6 числа, в день торжества, в который съедутся гости, Николай знал, что ему придется снять бешмет, надеть сюртук и с узкими носками узкие сапоги и ехать в новую построенную им церковь, а потом принимать поздравления и предлагать закуски, и говорить о дворянских выборах и урожае. Но канун дня он еще считал себя вправе провести обычно. До обеда Николай проверил счеты бурмистра из Рязанской деревни по имению племянника жены, написал два письма по делам и прошелся на губно скотной и конной дворы. Приняв меры против ожидаемого на завтра общего пьянства по случаю престольного праздника, он пришел к обеду и, не успев с глазу на глаз переговорить с женою, сел за длинный стол в двадцать приборов, за которые собрались все домашние. За столом были мать, жившая при ней старушка Белова, жена, трое детей, гувернантка, гувернер, племянник со своим гувернером, Соня, Денисов, Наташа, ее трое детей, их гувернантка и старичок Михаил Иванович, архитектор князя, живший в лысых горах на покое. Графиня Мария сидела на противоположном конце стола. Как только муж сел на свое место, по тому жесту, с которым он, сняв салфетку, быстро передвинул стоявшие перед ним стакан и рюмку, графиня Мария решила, что он не в духе, как это иногда с ним бывает, в особенности перед супом и когда он прямо с хозяйства придет к обеду. Графиня Мария знала очень хорошо это его настроение, и, когда она сама была в хорошем расположении, она спокойно ожидала, пока он поест супу, и тогда уже начинала говорить с ним и заставляла его признаваться, что он без причины был не в духе. Но нынче она совершенно забыла это свое наблюдение. Ей стало больно, что он без причины на нее сердится, и она почувствовала себя несчастной. Она спросила его, где он был, он отвечал, она еще спросила, все ли в порядке по хозяйству. Он неприятно поморщился от ее ненатурального тона и поспешно ответил. Так я не ошиблась, подумала графиня Марья. И за что он на меня сердится? В тоне, которым он отвечал ей, графиня Марья слышала недоброжелательство к себе и желание прекратить разговор. Она чувствовала, что ее слова были неестественны. Но она не могла удержаться, чтобы не сделать еще несколько вопросов. Разговор за обедом благодаря Денисову скоро сделался общим и оживленным. И графиня Марья не говорила с мужем. Когда вышли из-за стола и пришли благодарить старую графиню, графиня Марья поцеловала, подставляя свою руку мужа и спросила, за что он на нее сердится. «У тебя всегда странные мысли и не думал сердиться», сказал он. Но слово «Всегда» отвечала графиня Марья «Да, сержусь и не хочу сказать». Николай прожил со своей женой так хорошо, что даже Соня и старая графиня, желавшие из ревности несогласия между ними, не могли найти предлога для упрека. Но и между ними бывали минуты враждебности. Иногда, именно после самых счастливых периодов, на них находило вдруг чувство отчужденности и враждебности. Это чувство являлось чаще всего во времена беременности графиня Марья. Теперь она находилась в этом периоде. «Ну, мсье, мадам, сказал Николай громко и как бы весело. Графиня Марья казалось, что это нарочно, чтобы ее оскорбить. Я с шести часов на ногах. Завтра уж надо страдать, а нынче пойти отдохнуть. И не сказав больше ничего графине Марии, он ушел в маленькую диванную и лег на диван. «Вот это всегда так», думала графиня Мария. «Со всеми говорит, только не со мною. Вижу, вижу, что я ему противна, особенно в этом положении». Она посмотрела на свой высокий живот и в зеркало, на свое желто-бледное исхудавшее лицо с более чем когда-нибудь большими глазами. И все ей стало неприятно, и крик, и хохот Денисова, и разговор Наташи, и в особенности тот взгляд, который на нее поспешно бросила Соня. Соня всегда была первым предлогом, который избирала графиня Мария для своего раздражения. Посидев с гостями и не понимая ничего из того, что они говорили, она потихоньку вышла и пошла в детскую. Дети на стульях ехали в Москву и пригласили ее с собою. Она села, поиграла с ними, но мысль о муже и о беспричинной досаде его не переставая мучила ее. Она встала и пошла, с трудом ступая на цыпочки в маленькую диванную. Может, он не спит? Я объясню с ним, сказала она себе. Андрюша, старший мальчик, подражая ей, пошел за ней на цыпочках. Графиня Мария не заметила его. Мари, он спит, кажется. Он устал, сказала, как казалось графине Марии, везде ей встречавшаяся Соня в большой диванной. Андрюша не разбудил бы его. Графиня Мария оглянулась, увидала за собой Андрюшу, почувствовала, что Соня права и именно от этого вспыхнула и, видимо, с трудом удержалась от жесткого слова. Она ничего не сказала, и, чтобы не послушаться ее, сделала знак рукой, чтобы Андрюша не шумел, а все-таки шел за ней и подошла к двери. Соня прошла в другую дверь. Из комнаты, в которой спал Николай, слышалось его ровное, знакомое жене до малейших оттенков дыхания. Она, слыша это дыхание, видела перед собой его гладкий, красивый лоб, усы, все лицо, на которое она так часто подолгу глядела, когда он спал в тишине ночи. Николай вдруг пошевелился и крякнул, и в то же мгновение Андрюша из-за двери закричал «Папенька, маменька тут стоит!» Графиня Марья побледнела от испуга и стала делать знаки сыну. Он замолк, и с минуту продолжалось страшное для графини Марьи молчание. Она знала, как не любил Николай, чтобы его будили. Вдруг за дверью послышалось новое кряхтение, движение, и недовольный голос Николая сказал «Ни минуты не дадут покоя». «Марь, ты? Зачем ты привела его сюда?» «Я подошла только посмотреть, я не видала, извини». Николай прокашлялся и замолк. Графиня Марья отошла от двери и проводила сына в детскую. Через пять минут маленькая черноглазая трехлетняя Наташа, любимица отца. Узнав от брата, что папенька спит в маленькой диванной, незамеченной матерью побежала к отцу. Черноглазая девочка смело скрыпнула дверью, подошла энергическими шажками тупых ножек к дивану и, рассмотрев положение отца, спавшего к ней спиною, поднялась на цыпочки и поцеловала лежавшую под головой руку отца. Николай обернулся с умиленной улыбкой на лице. Наташа, Наташа! Слышался из звери испуганный шепот графини Марии. Папенька спать хочет. Нет, мама, он не хочет спать, с убедительностью отвечала маленькая Наташа. Он смеется. Николай спустил ноги, поднялся и взял на руки дочь. Взойди, Маша, сказал он жене. Графиня Мария вошла в комнату и села подле мужа. Я и не видала, как он за мной прибежал, робко сказала она. Я так, Николай, держа одной рукой дочь, поглядел на жену и, заметив виноватые выражения ее лица, другой рукой обнял ее и поцеловал в волоса. Можно целовать, мама? спросил он у Наташи. Наташа застенчиво улыбнулась. Опять, сказала она с повелительным жестом, указывая на то место, куда Николай поцеловал жену. Я не знаю, отчего ты думаешь, что я не в духе, сказал Николай, отвечая на вопрос, который он знал, был в душе его жены. Ты не можешь себе представить, как я бываю несчастно, одиноко, когда ты такой. Мне все кажется, Марии, полно глупости. Как тебе несовестно, сказал он весело. Мне кажется, что ты не можешь любить меня, что я так дурна и всегда, а теперь в этом по... Ах, какая ты смешная! Не по хорошо мил, а по милу хорош. Это только Малвина и других любят за то, что они красивы. А жену разве я люблю? Я не люблю, а так, не знаю, как тебе сказать, без тебя. И когда вот так у нас какая-то кошка пробежит, я как будто пропал и ничего не могу. Ну, что, я люблю палец свой? Я не люблю, а попробуй отрежь его. Нет, я не так, но я понимаю. Так ты на меня не сердишься? Ужасно сержусь, сказал он, улыбаясь, и, встав и, оправив волосы, стал ходить по комнате. Ты знаешь, Мария, о чем я думал? Начал он, теперь, когда примирение было сделано, тотчас же начиная думать вслух при жене. Он не спрашивал о том, готова ли она слушать его, ему все равно было. Мысль пришла ему, стало быть, и ей, и он рассказал ей свое намерение уговорить Пьера остаться с ними до весны. Графиня Мария выслушала его, сделала замечание и начала в свою очередь думать вслух свои мысли. Ее мысли были о детях. «Как женщина видна уже теперь», сказала она по-французски, указывая на Наташу. «Вы нас, женщин, упрекаете вне логичности». «Вот она, наша логика. Я говорю, папа хочет спать, а она говорит, нет, он смеется. И она права», сказала графиня Мария, счастливо улыбаясь. «Да, да». И Николай, взяв на свою сильную руку дочь, высоко поднял ее, посадил на плечо, перехватив за ножки и стал с ней ходить по комнате. У отца и у дочери были одинаково бессмысленно счастливые лица. «А знаешь, ты, может быть, несправедлив, ты слишком любишь эту», шепотом по-французски сказала графиня Мария. «Да, ну, что ж делать, я стараюсь не показать». В это время в сенях и передней послышались звуки блока и шагов, похожих на звуки приезда. Кто-то приехал. «Я уверена, что Пьер, я пойду узнаю», сказала графиня Мария и вышла из комнаты. В ее отсутствие Николай позволил себе голопом прокатить дочь вокруг комнаты. Запыхавшись, он быстро скинул смеющуюся девочку и прижал ее к груди. Его прыжки напоминали ему танцы, и он, глядя на детское круглое счастливое личико, думал о том, какую она будет, когда он начнет вывозить ее старичком. И, как бывало, покойник-отец танцовывал с дочерью Данилу Купора, пройдется с нею мазурку. «Он, он, Николай», сказала через несколько минут графиня Мария, возвращаясь в комнату. «Теперь ожила наша Наташа. Надо было видеть ее восторг и как ему досталось сейчас же за то, что он просрочил». «Ну, пойдем, скорее, пойдем, расстаньте же наконец», сказала она, улыбаясь, глядя на девочку, сжавшуюся к отцу. Николай вышел, держа дочь за руку. Графиня Мария осталась в диванной. «Никогда, никогда не поверила бы», прошептала она сама с собой, «что можно быть так счастливой». Лицо ее прозияло улыбкой, но в то же самое время она вздохнула и тихая грусть выразилась в ее глубоком взгляде, как будто кроме того счастья, которое она испытывала, было другое, недостижимое в этой жизни счастье, о котором она невольно вспомнила в эту минуту. Наташа вышла замуж ранней весной 1813 года, и у ней в 1820 году было уже три дочери и один сын, которого она страстно желала и теперь сама кормила. Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка. Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь. Это бывало только тогда, когда, как теперь, возвращался муж, когда выздоравливал ребенок, или когда она с графиней Марьей вспоминала о князе Андрее. С мужем она предполагает, что он ревнует ее к памяти князя Андрея никогда не говорила о нем. И очень редко, когда что-нибудь случайно вовлекало ее в пение, которое она совершенно оставила после замужества. И в те редкие минуты, когда прежний огонь зажигался в ее развившемся красивом теле, она бывала еще более привлекательна, чем прежде. Со времени своего замужества Наташа жила с мужем в Москве, в Петербурге и в подмосковной деревне и у матери, то есть у Николая. В обществе молодую графиню Безухову видели мало, и те, которые видели, остались ею недовольны. Она не была ни мила, ни любезна. Наташа не то, что любила уединение, она не знала, любила ли она или нет, ей даже казалось, что нет, но она, нося, рожая, кормя детей и принимая участие в каждой минуте жизни мужа, не могла удовлетворить этим потребностям иначе, как отказавшись от света. Все, знавшие Наташу до замужества, удивлялись происшедшие в ней перемене, как чему-то необыкновенному. Одна старая графиня, с материнским чутьем, понявшая, что все порывы Наташи имели началом только потребность иметь семью, иметь мужа, как она не столько шутя, сколько взаправду кричала в отрадном. Мать удивлялась удивлению людей, не понимавших Наташи, и повторяла, что она всегда знала, что Наташа будет примерной женой и матерью. Она только до крайности доводит свою любовь к мужу и детям, говорила графиня. Так что это даже глупо. Наташа не следовала тому золотому правилу, проповедуемому умными людьми, в особенности французами, и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более, чем в девушках, заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа, так же, как она прежде прельщала не мужа. Наташа напротив бросила сразу все свои очарования, из которых у ней было одно необычайно сильное пение. Она того и бросила его, что это было сильное очарование. Она то, что называют, опустилась. Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, ни о том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах, ни о своем туалете, ни о том, чтобы не стеснять мужа своей требовательностью. Она делала все противное этим правилам. Она чувствовала, что те очарования, которые инстинкт ее научал употреблять прежде, теперь были бы смешны в глазах ее мужа, которому она с первой минуты отдалась вся, то есть всей душой, не оставив ни одного уголка неоткрытым для него. Она чувствовала, что связь ее с мужем держалась не теми поэтическими чувствами, которые привлекали его к ней, а держалась чем-то другим, неопределенным, но твердым, как связь ее собственной души с ее телом, взбивать локоны, надевать роброны и петь романсы для того, чтобы привлечь к себе своего мужа. Показалось бы ей так же странным, как украшать себя для того, чтобы быть самой собою довольной. Украшать же себя для того, чтобы нравиться другим, может быть, теперь это и было бы приятно ей, она не знала, но было совершенно некогда. Главная же причина, по которой она не занималась ни пением, ни туалетом, ни обдумыванием своих слов, состояла в том, что ей было совершенно некогда заниматься этим. Известно, что человек имеет способность погрузиться весь в один предмет, какой бы он не казался ничтожный. И известно, что нет такого ничтожного предмета, который бы при сосредоточенном внимании, обращенном на него, не разросся до бесконечности. Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, была семья, то есть муж, которого надо было держать так, чтобы он нераздельно принадлежал ей, и дети, которых рожать, кормить, воспитывать. И чем больше она вникала не умом, а всей душой, всем существом своим, в занимавший ее предмет, тем более предмет этот разрастался под ее вниманием, и тем слабее и ничтожнее казались ей ее силы, так что она их все сосредоточивала на одно и то же, и все-таки не успевала сделать всего того, что ей казалось нужно. Толкие рассуждения о правах женщин, об отношениях супругов, о свободе и правах их, хотя и не назывались еще как теперь вопросами, были тогда точно такие же, как и теперь. Но эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она решительно не понимала их. Вопросы эти и тогда, и теперь существовали только для тех людей, которые в браке видят одно удовольствие, получаемые супругами друг от друга, то есть одно начало брака, а не все его значение, состоящее в семье. Рассуждения эти и теперешние вопросы, подобные вопросам о том, каким образом получить как можно более удовольствие от обеда, тогда, как и теперь, не существует для людей, для которых цель обеда есть питание и цель супружества семья. Если цель обеда питание тела, то тот, кто ест вдруг два обеда, достигнет, может быть, большего удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба не переварится желудком. Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей, может быть, получит много удовольствия, но ни в каком случае не будет иметь семьи. Весь вопрос, ежели цель обеда есть питание, а цель брака семья, разрешается только тем, чтобы не есть больше того, что может переварить желудок, и не иметь больше жен и мужей, чем столько, сколько нужно для семьи, то есть одной и одного. Наташе нужен был муж. Муж был дан ей, и муж дал ей семью. И в другом, лучшем муже она не только не видела надобности, но, так как все силы душевные ее были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семье, она и не могла себе представить, и не видела никакого интереса в представлении о том, что бы было, если было другое. Наташа не любила общество вообще, но она тем более дорожила обществом родных, графине, Марии, брата, матери и Соне. Она дорожила обществом тех людей, которым она, растрепанная в халате, могла выйти большими шагами из детской с радостным лицом и показать пеленку с желтым вместо зеленого пятна и выслушать утешение о том, что теперь ребенку гораздо лучше. Наташа до такой степени опустилась, что ее костюмы, ее прическа, ее не в попад отсказанные слова, ее ревность, она ревновала к Соне, к гувернантке, ко всякой красивой и некрасивой женщине, были обычным предметом шуток всех ее близких. Общее мнение было то, что Пьер был под башмаком своей жены, и действительно это было так. С самых первых дней их супружества Наташа заявила свои требования. Пьер удивился очень этому совершенно новому для него воззрению жены, состоящую в том, что каждая минута его жизни принадлежит ей и семье. Пьер удивился требованиям своей жены, но был польщен ими и подчинился им. Подвластность Пьера заключалась в том, что он не смел не только ухаживать, но не смел с улыбкой говорить с другой женщиной, не смел ездить в клубы, на обеды так, для того, чтобы провести время, не смел расходовать денег для прихоти, не смел уезжать на долгие сроки, исключая, как по делам, в число которых жена включала и его занятия науками, в которых она ничего не понимала, но которым она приписывала большую важность. Взамен этого Пьер имел полное право у себя в доме располагать не только самим собой, как он хотел, но и всей семьей. Наташа у себя в доме ставила себя на ногу рабы мужа, и весь дом ходил на цыпочках, когда Пьер занимался, читал или писал в своем кабинете. Стоило Пьеру показать какое-нибудь пристрастие, чтобы то, что он любил, постоянно исполнялось. Стоило ему выразить желание, чтобы Наташа вскакивала и бежала исполнять его. Весь дом руководился только мнимыми повелениями мужа, то есть желаниями Пьера, которые Наташа старалась угадывать. Образ, место жизни, знакомства, связи, занятия Наташи, воспитание детей, не только все делалось по выраженной воле Пьера, но Наташа стремилась угадать то, что могло вытекать из высказанных в разговорах мыслей Пьера. Она верно угадывала то, в чем состояла сущность желаний Пьера, и раз угадав ее, она уже твердо держалась раз избранного. Когда Пьер сам уже хотел изменить своему желанию, она боролась против него, его же оружием. Так в тяжелое время, навсегда памятная Пьеру, Наташа после родов первого слабого ребенка, когда им пришлось переменить трех кормилец, и Наташа заболела от отчаяния. Пьер однажды сообщил ей мысли Руссо, с которыми он был совершенно согласен, о неестественности и вреде кормилец. Со следующим ребенком, несмотря на противодействие матери, докторов и самого мужа, восстававших против ее кормления, как против вещи тогда неслыханной и вредной, она настояла на своем, и с тех пор всех детей кормила сама. Весьма часто в минуты раздражения случалось, что муж с женой спорили подолгу. Потом, после спора, Пьер к радости и удивлению своему находил не только в словах, но и в действиях жены свою ту самую мысль, против которой она спорила. И не только он находил ту же мысль, но он находил ее очищенную от всего того, что было лишнего, вызванного увлечением и спором в выражении мысли Пьера. После семи лет супружества Пьер чувствовал радостное и твердое сознание того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя отраженным в своей жене. В себе он чувствовал все хорошее и дурное смешанным и затемнявшим одно другое, но на жене его отражалось только то, что было истинно хорошо. Все не совсем хорошее было откинуто, и отражение это произошло не путем логической мысли, а другим таинственным непосредственным отражением. Два месяца тому назад Пьер уже гостя у Ростовых получил письмо от князя Федора, призывавшего его в Петербург для обсуждения важных вопросов, занимавших в Петербурге членов одного общества, которого Пьер был одним из главных основателей. Прочтя это письмо, Наташа, как она читала все письма мужа, несмотря на всю тяжесть для нее отсутствие мужа, сама предложила ему ехать в Петербург. Всему, что было умственным, отвлеченным делом мужа, она приписывала, не понимая его, огромную важность и постоянно находилась в страхе быть помехой в этой деятельности ее мужа. На робкий вопросительный взгляд Пьера после прочтения письма она отвечала просьбой, чтобы он ехал, но только определил бы ей верно время возвращения, и отпуск был дан на четыре недели. С того времени, как вышел срок отпуска Пьера две недели тому назад, Наташа находилась в неперестававшем состоянии страха, грусти и раздражения. Денисов, отставной, недовольный настоящим положением дел генерал, приехавший в эти последние две недели, с удивлением и грустью, как на непохожий портрет когда-то любимого человека смотрел на Наташу. Унылый, скучающий взгляд, не в попад ответы и разговоры о детской, было все, что он видел и слышал от прежней волшебницы. Наташа была все это время грустна и раздражена, в особенности тогда, когда, утешая ее, мать, брат или графиня Мария, старались извинить Пьера и придумать причины его замедления. Все глупости, все пустяки, говорила Наташа, все его размышления, которые ни к чему не ведут, и все эти дурацкие общества, говорила она о тех самых делах, великую важность, которых она твердо верила, и она уходила в детскую кормить своего единственного мальчика Петю. Никто ничего не мог ей сказать столько успокаивающего, разумного, сколько это маленькое трехмесячное существо, когда оно лежало у ее груди, и она чувствовала его движение рта и сопение носиком. Существо это говорило, ты сердишься, ты ревнуешь, ты хотела бы ему отмстить, ты боишься, а я вот он, а я вот он, и отвечать нечего было, это было больше, чем Наташа в эти две недели беспокойства так часто прибегала к ребенку за успокоением, так возилась над ним, что она перекормила его, и он заболел, она ужасалась его болезни, а вместе с тем этого-то ей и нужно было, ухаживая за ним, она легче переносила беспокойство о муже, она кормила, когда зашумел у подъезда возок Пьера, и няня, знавшая, чем обрадовать бароню, неслышно, но быстро сияющим лицом вошла в дверь, приехал, быстрым шепотом спросила Наташа, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить засыпавшего ребенка, приехали, матушка, прошептала няня, кровь бросилась в лицо Наташи, и ноги невольно сделали движение, но вскочить и бежать было нельзя, ребенок опять открыл глазки, взглянул, ты тут, как будто сказал он, и опять лениво зачмокал губами, потихоньку отняв грудь, Наташа покачала его, передала няне и пошла быстрыми шагами в дверь, но у двери она остановилась, как бы почувствовав упрек совести за то, что, обрадовавшись, слишком скоро оставила ребенка и оглянулась. Няня, подняв локти, переносила ребенка за перильцы кроватки. Да уж идите, идите, матушка, будьте покойны, идите, улыбаясь, прошептала няня с фамильярностью, устанавливающейся между няней и барыней. И Наташа легкими шагами побежала в переднюю. Денисов, с трубкой вышедший в залу из кабинета, тут в первый раз узнал Наташу. Яркий, блестящий, радостный свет лился потоками из ее преобразившегося лица. «Приехал», проговорила она ему на бегу, и Денисов почувствовал, что он был в восторге от того, что приехал Пьер, которого он очень мало любил. Вбежав в переднюю, Наташа увидала высокую фигуру в шубе, разматывающую шарф. «Он, он, правда, вот он», проговорила она сама с собой, и, налетев на него, обняла, прижала к себе головой к груди и потом, отстранив, взглянула на заиндевевшее румяное и счастливое лицо Пьера. Да, это он, счастливый, довольный. И вдруг она вспомнила все те муки ожидания, которые она перечувствовала в последние две недели. Сияющая на ее лице радость скрылась, она нахмурилась, и поток упреков и злых слов и злился на Пьера. Да, тебе хорошо, ты очень рад, ты веселился, а каково мне, хоть бы ты детей пожалел, я кормлю, у меня молоко испортилось, Петя был при смерти, а тебе очень весело, да, тебе весело. Пьер знал, что он не виноват, потому что ему нельзя было приехать раньше, знал, что этот взрыв с ее стороны неприличен, и знал, что через две минуты это пройдет. Он знал, главное, что ему самому было весело и радостно, он бы хотел улыбнуться, но не посмел подумать об этом. Он сделал жалко испуганное лицо и согнулся, я не мог, ей Богу, но что, Петя, теперь ничего, пойдем, как тебе несовестно, как бы ты мог видеть, какая я без тебя, как я мучилась. Ты здорова? Пойдем, пойдем, говорила она, не выпуская его руки, и они пошли в свои комнаты. Когда Николай с женою пришли отыскать Пьера, он был в детской и держал на своей огромной правой ладони проснувшегося грудного сына и тетешкал его. На широком лице его с раскрытым беззубым ртом остановилась веселая улыбка. Буря уже давно вылилась, и яркое радостное солнце сияло на лице Наташи, умиленно смотревшей на мужа и сына. И хорошо все переговорились с князем Федором, говорил Наташа, да, отлично. Видишь, держит голову, разумела Наташа. Ну, как он меня напугал. А княгиню видел? Правда, что она влюблена в этого? Да, можешь себе представить. В это время вошли Николай с графиней Марьей. Пьер, не спуская с рук сына, нагнувшись, поцеловался с ними и отвечал на расспросы. Но, очевидно, несмотря на многое интересное, что нужно было переговорить, ребенок в колпачке, скачающейся головой, поглощал все внимание Пьера. Как мил, сказала графиня Марья, глядя на ребенка и играя с ним. Вот этого я не понимаю, Никола, обратилась она к мужу. Как ты не понимаешь прелесть этих чудо-прелестей? Не понимаю, не могу, сказал Николай, холодным взглядом, глядя на ребенка. Кусок мяса. Пойдем, Пьер. Ведь главный он такой нежный отец, сказала графиня Марья, оправдывая своего мужа. Но только когда уже год или этак... Нет, Пьер отлично их нянчит, сказала Наташа. Он говорит, что у него рука как раз сделана по задку ребенка. Посмотрите. Ну, только не для этого, вдруг смеясь, сказал Пьер, перехватывая ребенка и передавая его няне. Как в каждой настоящей семье, в Лысогорском доме жило вместе несколько совершенно различных миров, которые каждой, удерживая свою особенность и делая уступки один другому, сливались в одно гармоническое целое. Каждое событие, случавшееся в доме, было одинаково радостно или печально важно для всех этих миров. Но каждый мир имел совершенно свои, независимые от других, причины радоваться или печалиться какому-либо событию. Так приезд Пьера было радостное и важное событие, и таким оно отразилось на всех. Слуги, вернейшие судьи и господ, потому что они судят не по разговорам и выраженным чувствам, а по действиям и образу жизни, были рады приезду Пьера, потому что при нем они знали, граф перестанет ходить ежедневно по хозяйству и будет веселее и добрее, и еще потому что всем будут богатые подарки к празднику. Дети и гувернантки радовались приезду Безухова, потому что никто так не вовлекал их в общую жизнь, как Пьер. Он один умел на клавикордах играть этот экосес, единственная его пьеса, под которой можно танцевать, как он говорил, все возможные танцы, и он привез, наверное, всем подарки. Николенька, который был теперь пятнадцатилетний худой, с вьющимися русыми волосами и прекрасными глазами, болезненный умный мальчик, радовался потому, что дядя Пьер, как он называл его, был предметом его восхищения и страстной любви. Никто не внушал Николеньке особенной любви к Пьеру, и он только изредка видал его. Воспитательница его, графиня Мария, все силы употребляла, чтобы заставить Николеньку любить ее мужа, так же, как она его любила. И Николенька любил дядю, но любил с чуть заметным оттенком презрения. Пьера же он обожал. Он не хотел быть ни гусаром, ни георгиевским кавалером, как дядя Николай. Он хотел быть ученым, умным и добрым, как Пьер. В присутствии Пьера на его лице было всегда радостное сияние, и он краснел и задыхался, когда Пьер обращался к нему. Он не проранивал ни одного слова из того, что говорил Пьер, и потом с досалем и сам собою вспоминал и соображал значение каждого слова Пьера. Прошедшая жизнь Пьера, его несчастье до двенадцатого года, о которых он из слышанных слов составил себе смутное поэтическое представление, его приключения в Москве, плен, Платон Каратаев, о котором он слыхал от Пьера, его любовь к Наташе, которую тоже особенную любовью любил мальчик, и, главное, его дружба к отцу, которого не помнил Николенька, все это делало для него из Пьера героя и святыню, из прорывавшихся речей об его отце и Наташе, из того волнения, с которым говорил Пьер о покойном, из той осторожной благовейной нежности, с которой Наташа говорила о нем же, мальчик, только что начинавший догадываться о любви, составил себе понятие о том, что отец его любил Наташу и завещал ее, умирая, своему другу. Отец же этот которого не помнил мальчик, представлялся ему божеством, которого нельзя было себе вообразить и о котором он иначе не думал, как с замиранием сердца и слезами грусти и восторга. И мальчик был счастлив вследствие приезда Пьера. Гости были рады Пьеру как человеку, всегда оживлявшему и сплочавшему всякое общество. Взрослые домашние, не говоря жене, были рады другу, при котором жилось легче и спокойнее. Старушки были рады и подаркам, которые он привезет, и главное тому, что опять оживет от Наташа. Пьер чувствовал эти различные на себя воззрения различных миров и спешил каждому дать ожидаемое. Пьер, самый рассеянный, забывчивый человек, теперь по списку составленному женой купил все, не забыв ни комиссии матери и брата, ни подарков на платье Беловой, ни игрушек племянникам. Ему странно показалось в первое время своей женитьбы это требование жены исполнить и не забыть всего того, что он взялся купить, и поразило серьезное огорчение ее, когда он в первую свою поездку все перезабыл, но впоследствии он привык к этому, зная, что Наташа для себя ничего не поручала, а для других поручала только тогда, когда он сам вызывался, он теперь находил неожиданное для самого себя детское удовольствие в этих покупках подарков для всего дома и ничего никогда не забывал. Ежели он заслуживал упреки от Наташи, то только за то, что покупал лишнее и слишком дорого, ко всем своим недостаткам, по мнению большинства, неряшливости, опущенности или качеством, по мнению Пьера, Наташа присоединяла еще и скупость. С того самого времени, как Пьер стал жить большим домом, семьей, требующих больших расходов, он, к удивлению своему, заметил, что он проживал вдвое меньше, чем прежде, что его расстроенные последнее время, в особенности долгами первой жены, дела, стали поправляться. Жить было дешевле потому, что жизнь была связана. Той самой дорогой роскоши, состоящей в таком роде жизни, что всякую минуту можно изменить его, Пьер не имел уже, да и не желал иметь боли. Он чувствовал, что образ жизни его определен теперь раз навсегда, до смерти, что изменить его не в его власти, и потому этот образ жизни был дешев. Пьер с веселым, улыбающимся лицом разбирал свои покупки. Каково, говорил он, развертывая, как лавочник, кусок ситца? Наташа, держа на коленях старшую дочь и быстро переводя сияющие глаза с мужа на то, что он показывал, сидела против него. Это для Беловой? Отлично! Она пощупала доброту. Это по рублю, верно? Пьер сказал цену. Дорого, сказала Наташа. Ну, как дети рады будут и мамам. Только напрасно ты мне это купил, прибавила она, не в силах удержать улыбку, любуясь на золотой с жемчугами гребень, которые тогда только стали входить в моду. Меня Адель сбила купить да купить, сказал Пьер. Когда же я надену? Наташа вложила его в косу. Это Машеньку вывозить? Может, тогда опять будут носить? Ну, пойдем. И, забрав подарки, они пошли сначала в детскую, потом к графине. Графиня по обычаю сидела с Беловой за гран-пасьянсом, когда Пьер и Наташа со свертками под мышками вошли в гостиную. Графине было уже за 60 лет. Она была совсем седа и носила чепчик, обхватывавший все лицо рюшем. Лицо ее было сморщено, верхняя губа ушла, и глаза были тусклые. После так быстро последовавших одна за другой смертей сына и мужа, она чувствовала себя нечаянно забытым на этом свете существом, не имеющим никакой цели и смысла. Она ела, пила, спала, бодрствовала, но она не жила. Жизнь не давала ей никаких впечатлений, ей ничего не нужно было от жизни, кроме спокойствия, и спокойствие это она могла найти только в смерти. Но пока смерть еще не приходила, ей надо было жить, то есть употреблять свое время, свои силы жизни. В ней в высшей степени было заметно то, что заметно в очень маленьких детях и очень старых людях. В ее жизни не видно было никакой внешней цели, а очевидно была только потребность упражнять свои различные склонности и способности. Ей надо было покушать, поспать, подумать, поговорить, поплакать, поработать, посердиться и так далее, только потому, что у ней был желудок, был мозг, были мускулы, нервы и печень. Все это она делала невызываемое чем-нибудь внешним, не так, как делают это люди во всей силе жизни, когда из-за цели, к которой они стремятся, незаметно другая цель – приложение своих сил. Она говорила только потому, что ей физически надо было поработать легкими языком. Она плакала, как ребенок, потому, что ей надо было просморкаться и так далее. То, что для людей в полной силе представляется целью, для нее был очевидно предлог. Так поутру, в особенности, ежели накануне она покушала чего-нибудь жирного, в ней являлась потребность посердиться. И тогда она выбирала ближайший предлог глухоту беловой. Она с другого конца комнаты начинала говорить ей что-нибудь тихо. «Нынче кажется теплее, моя милая», говорила она шепотом, и когда Белова отвечала, «Как же, приехали!» она сердито ворчала, «Боже мой, как глуха и глупа!» Другой предлог был нюхательный табак, который ей казался то сух, то сыр, то дурно растерт. После этих раздражений желчь разливалась у нее в лице, и горничные ее знали по верным признакам, когда будет опять глухо белого, и опять табак сделается сыр, и когда будет желтое лицо. Так как ей нужно было поработать желчью, так ей нужно было иногда поработать остававшимися способностями мыслить, и для этого предлогом был пасьянс. Когда нужно было поплакать, тогда предметом был покойный граф. Когда нужно было тревожиться, предлогом был Николай и его здоровье. Когда нужно было язвительно поговорить, тогда предлогом была графиня Мария. Когда нужно было дать упражнение органу голоса, это бывало большей частью в седьмом часу, после пищеварительного отдыха в темной комнате, тогда предлогом были рассказы все одних и тех же историй и все одним и тем же слушателем. Это состояние старушки понималось всеми домашними, хотя никто никогда не говорил об этом, и всеми употреблялись всевозможные усилия для удовлетворения этих ее потребностей. только в редком взгляде и грустной полуулыбке, обращенной друг к другу между Николаем, Пьером, Наташей и Марьей, бывало выражаемо это взаимное понимание ее положения. Но взгляды эти, кроме того, говорили еще другое. Они говорили о том, что она сделала уже свое дело в жизни, что она не вся в том, что теперь видно в ней, о том, что и все мы будем такие же, и что радостно покоряться ей, сдерживать себя для этого когда-то дорогого, когда-то такого полного, как и мы, жизни, теперь жалкого существа. Момента мори, говорили эти взгляды. Только совсем дурные и глупые люди, да маленькие дети из всех домашних не понимали этого и чуждались ее. Когда Пьер с женой пришли в гостиную, графиня находилась в привычном состоянии потребности занять себя умственной работой гранд-пассианца и потому, несмотря на то, что она по привычке сказала слова «всегда говоримые ею при возвращении Пьера или сына «пора, пора, мои милые, заждались, ну, слава Богу», и при передаче ей подарков сказала другие привычные слова «недорог подарок, дружок, спасибо, что меня старуху даришь», видимо, было, что приход Пьера был ей неприятен в эту минуту, потому что отвлекал ее от недоложенного гранд-пассианца. Она окончила пассианц и тогда только принялась за подарки. Подарки состояли из прекрасной работы футляра для карт, севской ярко-синей чашки с крышкой и с изображениями пастушек и с золотой табакерки с портретом покойного графа, который Пьер заказывал в Петербурге миниатюристу. Графиня давно желала этого. Ей не хотелось теперь плакать, и потому она равнодушно посмотрела на портрет и занялась больше футляром. «Благодарствуй, мой друг, ты утешил меня», сказала она, как всегда, говорила. «Но лучше всего, что сам себя привез. А то это ни на что не похоже. Хоть бы ты побронил свою жену. Что это? Как сумасшедшие без тебя? Ничего не видит, не помнит», говорила она привычные слова. «Посмотри, Анна Тимофеевна», прибавила она, «какой сынок футляр нам привез». Белова хвалила подарки и восхищалась своим ситцем, хотя Пьеру, Наташу, Николаю, Марье и Денисову многое нужно было поговорить такого, что не говорилось при графине, не потому, чтобы что-нибудь скрывалось от нее, но потому, что она так отстала от многого, что, начав говорить про что-нибудь при ней, надо бы было отвечать на ее вопросы, не кстати вставляемые, и повторять вновь, уже несколько раз повторенные ей, рассказывать, что тот умер, тот женился, чего она не могла вновь запомнить. Но они по обычаю сидели за чаем в гостиной у самовара, и Пьер отвечал на вопросы графини, ей самой ненужное и никого не интересующее о том, что князь Василий постарел, и что графиня Марья Алексеевна велела кланяться и помнит и так далее. Такой разговор никому не интересный, но необходимый, велся во все время чая. За чаем вокруг круглого стола и самовара, у которого сидела Соня, собирались все взрослые члены семейства. Дети, гувернеры и гувернантки уже отпили чай, и голоса их слышались в соседней диванной. За чаем все сидели на обычных местах. Николай сидел у печки за маленьким столиком, к которому ему подавали чай, старое совершенно седым лицом, из которого еще резче выкатывались большие черные глаза, борзая Милка, дочь первой Милки, лежала подле него на кресле. Денисов с поседевшими наполовину курчавыми волосами, усами и бакенбардами в расстегнутом генеральском сюртуке сидел подле графини Марьи. Пьер сидел между женой и старой графиней. Он рассказывал то, что он знал, могло интересовать старушку и быть понято ею. Он говорил о внешних общественных событиях и о тех людях, которые когда-то составляли кружок сверстников старой графини, которые когда-то были действительным живым отдельным кружком, но которые теперь большей частью разбросанные по миру, так же, как она, доживали свой век, собирая остальные колосья того, что они посеяли в жизни. Но они-то, эти сверстники, казались старой графине исключительно серьезным и настоящим миром. По оживлению Пьера Наташа видела, что поездка его была интересна, что ему многое хотелось рассказать, но он не смел говорить при графине. Денисов, не будучи членом семьи, потому не понимая осторожности Пьера, кроме того, как недовольный, весьма интересовался тем, что делалось в Петербурге и беспрестанно вызывал Пьера на рассказы то, о только что случившейся истории в Семеновском полку, то о Баракчееве, то о библейском обществе. Пьер иногда увлекался и начинал рассказывать, но Николай и Наташа всякий раз возвращали его к здоровью князя Ивана и графине Марии Антонны. «Ну, что же все это безумие? И Госнер, и Татаринова», спросил Денисов, «Неужели все продолжается?» «Как продолжается», воскликнул Пьер, «сильнее, чем когда-нибудь. Библейское общество — это теперь все правительство. Это что же, Мон Шераме?» спросила графиня, отпившая свой чай и, видимо, желая найти предлог для того, чтобы посердиться после пищи. «Как же это ты говоришь? Правительство! Я этого не пойму!» «Да знаете, мамон, мешался Николай, знавший, как надо было переводить на язык матери, это князь Александр Николаевич Голицын устроил общество, так он в большой силе говорят». «Рокчеев и Голицын», неосторожно сказал Пьер, «это теперь все правительство и какое? Во всем видят заговоры, всего боятся». «Что ж, князь Александр Николаевич чем же виноват? Он очень почтенный человек. Я встречала его тогда у Марьи Антонны», обиженно сказала графиня, и еще больше обиженная тем, что все замолчали, продолжала. «Нынче всех судить стали. Евангельское общество, ну что ж дурного?» И она встала. Все встали тоже, и со строгим видом поплыла к своему столу в диванную. Среди установившегося грустного молчания из соседней комнаты послышались детские смех и голоса. Очевидно, между детьми происходило какое-то радостное волнение. «Готово!» «Готово!» послышался из-за всех радостный вопль маленькой Наташи. Пьер переглянулся с графиней Марьей и Николаем Наташу он всегда видел и счастливо улыбнулся. «Вот музыка-то чудная», сказал он. «Это Анна Макаровна чулок кончила», сказала графиня Марья. «О, пойду смотреть», «вскакивая», сказал Пьер. «Ты знаешь», сказал он, останавливаясь у двери, «отчего я особенно люблю эту музыку? Они мне первые дают знать, что все хорошо. Нынче еду, чем ближе к дому, тем больше страх. Как вошел в переднюю, слышу, заливается Андрюша о чем-то, «Ну, значит, все хорошо». «Знаю, знаю я это чувство», подтвердил Николай. «Мне идти нельзя, ведь чулки сюрприз мне». Пьер вошел к детям, и хохоты, крики еще более усилились. «Ну, Анна Макаровна», слышался голос Пьера, «Вот сюда, на середину и по команде раз, два, и когда я скажу три, ты сюда становись, тебя на ручке». «Ну, раз, два», проговорил голос Пьера, сделалось молчание, «три», и восторженный стон детских голосов поднялся в комнате. «Два, два», кричали дети, это были два чулка, которые по одному ей известному секрету, Анна Макаровна сразу вязала на спицах, и которая навсегда торжественно при детях вынимала один из другого, когда чулок был довязан. Вскоре после этого дети пришли прощаться. Дети перецеловались со всеми, гувернеры и гувернантки раскланились и вышли. Оставался один Десаль со своим воспитанником. Гувернер шепотом приглашал своего воспитанника идти вниз. «Нет, мсье Десаль, я попрошусь у тетеньки остаться», отвечал также шепотом Николенко Балконский. «Тетенька, позвольте мне остаться», сказал Николенко, подходя к тетке. Лицо его выражало мольбу, волнение и восторг. Графиня Мария поглядела на него и обратилась к Пьеру. «Когда вы тут?» «Он оторваться не может», сказала она ему. «Я сейчас приведу вам его, мсье Десаль. Покойной ночи», сказал Пьер, подавая швейцарцу руку и, улыбаясь, обратился к Николеньке. «Мы совсем не видались с тобой». «Мария, как он похож становится», прибавил он, обращаясь к графине Марии. «На отца?» сказал мальчик, багрово вспыхнув и снизу вверх глядя на Пьера восхищенными блестящими глазами. Пьер кивнул ему головой и продолжал прерванный детьми рассказ. Графиня Мария работала на руках по конве. Наташа, не спуская глаз, смотрела на мужа. Николай и Денисов вставали, спрашивая трубки, курили, брали чай у Сони, сидевшей унылой упорно за самоваром и расспрашивали Пьера. Кудрявый болезненный мальчик со своими блестящими глазами сидел никем не замечаемый в уголку и только поворачивая кудрявую голову на тонкой шее, выходившей из отложных воротничков, в ту сторону, где был Пьер. Он изредка вздрагивал и что-то шептал сам с собой, видимо, испытывая какое-то новое и сильное чувство. Разговор вертелся на той современной сплетне из высшего управления, в которой большинство людей видит обыкновенно самый важный интерес внутренней политики. Денисов, недовольный правительством за свои неудачи по службе, с радостью узнавал все глупости, которые, по его мнению, делались теперь в Петербурге и в сильных и резких выражениях делал свои замечания на слова Пьера. Прежде немцам надо было быть, теперь надо плясать с Татажиновой и мадам Крюднер, читать Эккерс Гаудена и братью. Ох, спустил бы опять молодца нашего Барнапарта, он бы всю дурь повыбил. Ну, на что, похоже, солдату Шварцу дают Семеновский полк, кричал он. Николай, хотя без того желания находить все дурным, которое было у Денисова, считал также весьма достойным и важным делом посудить о правительстве и считал, что то, что А, назначен министром того-то, а что Б, генерал-губернатором туда-то, и что государь сказал то-то, а министр то-то, что все это дела очень значительные, и он считал нужным интересоваться этим и расспрашивал Пьера. За расспросами этих двух собеседников разговор не выходил из этого обычного характера сплетни высших правительственных сфер. Но Наташа, знавшая все приемы и мысли своего мужа, видела, что Пьер давно хотел и не мог вывести разговор на другую дорогу и высказать свою задушевную мысль, ту самую, для которой он и ездил в Петербург, советоваться с новым другом своим, князем Федором. И она помогла ему вопросом, что же его дело с князем Федором? О чем это? спросил Николай. Все о том же и о том же, сказал Пьер, оглядываясь вокруг себя. Все видят, что дела идут так скверно, что это нельзя так оставить, и что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил. «Что ж честные люди могут сделать?» слегка нахмурившись, сказал Николай. «Что же можно сделать?» «А вот что!» «Пойдемте в кабинет», сказал Николай. Наташа, уже давно угадывавшая, что ее придут звать кормить, услыхала зов няни и пошла в детскую. Графиня Мария пошла с нею. Мужчины пошли в кабинет, и Николенько Балконский, незамеченный дядей, пришел туда же и сел в тени к окну у письменного стола. «Ну, что ж ты сделаешь?» сказал Денисов. «Вечно фантазии», сказал Николай. «Вот что!» начал Пьер, не садясь и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрый жест руками в то время, как он говорил. «Вот что!» Положение в Петербурге вот какое! Государь ни во что не входит. Он весь предан этому мистицизму. Мистицизма Пьер никому не прощал теперь. Он ищет только спокойствие. И спокойствие ему могут дать только те люди без совести и чести, которые рубят и душат все с плеча Магницкий, Аракчеев и тому подобные. Ты согласен, что, ежели бы ты сам не занимался хозяйством, а хотел только спокойствие, то, чем жесточе был твой бурмистр, тем скорее ты бы достиг цели, обратился он к Николаю. Ну, да к чему ты это говоришь, сказал Николай. Ну, и все гибнет. В судах воровство, в армии одна палка, шагистика, поселение, мучат народ, просвещение душат, что молодо, честно, то губят. Все видят, что это не может так идти, все слишком натянуто и непременно лопнет, говорил Пьер. Как с тех пор, как существует правительство, вглядевшись в действие какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди. Я одно говорил им в Петербурге. Кому? спросил Денисов. Ну, вы знаете, кому, сказал Пьер, значительно взглядывая из-под лобья. Князю Федору и им всем. Соревновать просвещению и благотворительности все это хорошо, разумеется, цель прекрасная и все, но в настоящих обстоятельствах надо другое. В это время Николай заметил присутствие племянника. Лицо его сделалось мрачно, он подошел к нему. Зачем ты здесь? Отчего? Оставь его, сказал Пьер, взяв за руку Николая и продолжал женщины, другого почести, третьего тщеславия и деньги, и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остается. Я говорю, расширьте круг общества, лозунг, пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность. Николай оставив племянника сердито передвинул кресло, сел в него и, слушая Пьера, недовольно покашливал и все больше и больше хмурился. «Да с какой уже целью деятельность?» вскрикнул он, «И в какие отношения станете вы к правительству?» «Вот в какие!» «В отношения помощников!» Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов, общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы завтра Пугачев не пришел зарезать и моих, и твоих детей, и чтобы Аракчеев не послал меня в военные поселения, мы только для этого беремся рука с рукой с одной целью общего блага и общей безопасности. Да, но тайное общество, следовательно, враждебное и вредное, которое может породить только зло, возвышая голос, сказал Николай. Отчего? Разве Тугенбунт, который спас Европу? Тогда еще не смели думать, что Россия спасла Европу. произвел что-нибудь вредное? Тугенбунт это союз добродетелей, это любовь, взаимная помощь, это то, что на кресте проповедовал Христос. Наташа, вошедшая в середине разговора в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что все это было чрезвычайно просто, и что она все это давно знала, ей казалось это, потому что она знала то, из чего все это выходило, всю душу Пьера. Но она радовалась, глядя на оживленную, восторженную фигуру. Еще более радостно, восторженно осмотрел на Пьера забытый всеми мальчик с тонкой шеей, выходившей из отложенных воротничков. Всякое слово Пьера жгло его сердце, и он нервным движением пальцев ломал, сам, не замечая этого, попадавшиеся ему в руки сургучи и перья на столе дяди. Совсем не то, что ты думаешь, а вот, что такое был немецкий тугенбунт и тот, который я предлагаю. Ну, брат, это колбасникам хорошо тугенбунт, а я этого не понимаю, да и не выговорю, послышался громкий решительный голос Денисова. Все скверно и мерзко, я согласен, только тугенбунт я не понимаю, а не нравится так бунт, вот это так, тогда я ваш. Пьер улыбнулся, Наташа засмеялась, но Николай еще более сдвинул брови и стал доказывать Пьеру, что никакого переворота не предвидится и что вся опасность, о которой он говорит, находится только в его воображении. Пьер доказывал противное, и так как его умственные способности были сильнее и изворотливее, Николай почувствовал себя поставленным в тупик. Это еще больше рассердило его, так как он в душе своей не по рассуждению, а почему-то сильнейшему, чем рассуждения, знал несомненную справедливость своего мнения. «Я вот что тебе скажу», проговорил он, вставая и нервным движением уставляя в угол трубку и, наконец, бросив ее. «Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот. Я этого не вижу». «Но ты говоришь, что присяга условное дело. И на это я тебе скажу, что ты лучший мой друг, ты это знаешь, но составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было. Я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить, ни на секунду не задумываясь и пойду, а там суди как хочешь». После этих слов произошло неловкое молчание. Наташа первая заговорила, защищая мужа и нападая на брата. Защита ее была слаба и неловка, но цель ее была достигнута. Разговор снова возобновился и уже не в том неприятно враждебном тоне, в котором сказаны были последние слова Николая. Когда все поднялись к ужину, Николенька Балконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими лучистыми глазами. «Дядя Пьер, вы...» «Нет, ежели бы папа был жив, он бы согласен был с вами?» спросил он. Пьер Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время его разговора. И, вспомнив все, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал это. Однако надо было ответить ему, «Я думаю, что да», сказал он неохотно и вышел из кабинета. Мальчик нагнул голову и тут в первый раз как будто заметил то, что он наделал на столе. Он вспыхнул и подошел к Николаю. «Дядя, извини меня». «Это я сделал нечаянно», сказал он, показывая на поломанные сургучи перья. Николай сердит и вздрогнул. «Хорошо, хорошо», сказал он, бросая под стол куски сургуча и перья. И, видимо, с трудом удерживая поднятый в нем гнев, он отвернулся от него. «Тебе вовсе тут и быть не следовало», сказал он. За ужином разговор не шел более о политике и обществах, а, напротив, затеялся самый приятный для Николая, о воспоминаниях двенадцатого года, на который вызвал Денисов и в котором Пьер был особенно мил и забавен. И родные разошлись в самых дружеских отношениях. Когда после ужина Николай, раздевшись в кабинете и отдав приказание заждавшимся управляющему, пришел в халате в спальню, он застал жену еще за письменным столом. Она что-то писала. «Что ты пишешь, Мари?» спросил Николай. Графиня Мария покраснела. Она боялась, что то, что она писала, не будет понято и одобрено мужем. Она бы желала скрыть от него то, что она писала, но вместе с тем и рада была тому, что он застал ее и что надо сказать ему. «Это дневник, Николай», сказала она, подавая ему синенькую тетрадку, исписанную ее твердым крупным почерком. «Дневник?» С оттенком насмешливости, сказал Николай и взял в руки тетрадку. Было написано по-французски. Четвертое декабря. Нынче Андрюша, старший сын, проснувшись, не хотел одеваться, и мадемуазель Луиза прислала за мной. Он был в капризе и упрямстве. Я попробовала угрожать, но он только еще больше рассердился. Тогда я взяла на себя, оставила его и стала с няней поднимать других детей, а ему сказала, что я не люблю его. Он долго молчал, как бы удивившись. Потом в одной рубашонке выскочил ко мне и разрыдался так, что я долго его не могла успокоить. Видно было, что он мучился больше всего тем, что огорчил меня. Потом, когда я вечером дала ему билетец, он опять жалостно расплакался, целуя меня. С ним все можно сделать нежностью. «Что такое билетец?» спросил Николай. Я начала давать старшим по вечерам записочки, как они вели себя. Николай взглянул в лучистые глаза, смотревшие на него, и продолжал перелистывать и читать. В дневнике записывало все то из детской жизни, что для матери казалось замечательным, выражая характеры детей или наводя на общие мысли о приемах воспитания. Это были большей частью самые ничтожные мелочи, но они не казались таковыми ни матери, ни отцу, когда он теперь в первый раз читал этот дневник. 5 декабря было записано, Митя шалил за столом, папа не велел давать ему пирожного, ему не дали, но он так жалостно и жадно смотрел на других, пока они ели. Я думаю, что наказывать, не давая сластей, развивает жадность. Сказать Николай. Николай оставил книжку и посмотрел на жену. Лучистые глаза вопросительно одобрял или не одобрял он дневник, смотрели на него. Не могло быть сомнений не только в одобрении, но в восхищении Николая перед своей женой. Может быть, не нужно было делать это так педантически, может быть, и вовсе не нужно, думал Николай, но это неустанное вечное душевное напряжение, имеющее целью только нравственное добро детей, восхищало его. Ежели бы Николай мог сознавать свое чувство, то он нашел бы, что главное основание его твердой, нежной и гордой любви к жене имело основанием всегда это чувство удивления перед ее душевностью, перед тем почти недоступным для Николая возвышенным нравственным миром, в котором всегда жила его жена. Он гордился тем, что она так умна и хороша, сознавая свое ничтожество перед нею в мире духовном, и тем более радовался тому, что она со своей душой не только принадлежала ему, но составляла часть его самого. «Очень и очень одобряю, мой друг», сказал он со значительным видом, и, помолчав немного, он прибавил «А я нынче скверно себя вел. Тебя не было в кабинете. Мы заспорили с Пьером, и я погорячился. Да невозможно, это такой ребенок. Я не знаю, что бы с ним было, ежели бы Наташа не держала его за узцы. Можешь себе представить, зачем ездил в Петербург? «Они там устроили...» «Да, я знаю», сказала графиня Мария. «Мне Наташа рассказала». «Ну, так ты знаешь, горячать при одном воспоминании о споре продолжал Николай. «Он хочет меня уверить, что обязанность всякого честного человека состоит в том, чтобы идти против правительства. Тогда как присяга и долг, я жалею, что тебя не было. А то на меня все напали, и Денисов, и Наташа. Наташа уморительно. Ведь как она его под башмаком держит! А чуть дела до рассуждений, у ней своих слов нет. Она так его словами и говорит», прибавил Николай, поддаваясь тому непреодолимому стремлению, которое вызывает насуждение о людях самых дорогих и близких. Николай забывал, что слово в слово то же, что он говорил о Наташе, можно было сказать о нем в отношении его жены. «Да, я это замечал», сказала графиня Мария. «Когда я ему сказал, что долг и присяга выше всего, он стал доказывать бог знает что. Жаль, что тебя не было, что бы ты сказала? По-моему, ты совершенно прав. Я так и сказала, Наташа. Пьер говорит, что все страдают, мучатся, развращаются, и что наш долг помочь своим ближним. Разумеется, он прав, говорила графиня Мария, но он забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые сам Бог указал нам, и что мы можем рисковать собой, но не детьми. Ну, вот-вот, это самое я и говорил ему, подхватил Николай, которому действительно казалось, что он говорил это самое, а он свое, что любовь к ближнему и христианство и все это при Николеньке, который тут забрался в кабинет и переломал все. Ах, знаешь ли, Николай, Николенька так часто меня мучит, сказала графиня Марья, это такой необыкновенный мальчик, и я боюсь, что я забываю его за своими. У нас у всех дети, у всех родня, а у него никого нет. Он вечно один со своими мыслями. мальчик, ну уж кажется, тебе себя упрекать за него нечего. Все, что может сделать самая нежная мать для своего сына, ты делала и делаешь для него. Я, разумеется, рад этому. Он славный, славный мальчик. Нынче он в каком-то беспамятстве слушал Пьера. И можешь себе представить, мы выходим к ужину, я смотрю, он изломал вдребезги у меня все на столе и сейчас же сказал. Я никогда не видал, чтобы он сказал неправду. Славный, славный мальчик, повторил Николай, которому по душе не нравился Николенко, но которого ему всегда бы хотелось признавать славным. Все не то, что мать, сказала графиня Мария. Я чувствую, что не то, и меня это мучит. Чудный мальчик, но я ужасно боюсь за него, ему полезно будет общество. Что ж, ненадолго, нынче летом я отвезу его в Петербург, сказал Николай. Да, Пьер всегда был и останется мечтателем. Продолжал он, возвращаясь к разговору в кабинете, который, видимо, взволновал его. Ну, какое мне дело до всего до этого там, что Рокчеев нехорош и все? Какое мне до этого дело было, когда я женился, и у меня долгов столько, что меня в яму сажают, и мать, которая этого не может видеть и понимать? А потом ты, дети, дела, разве я для своего удовольствия с утра до вечера и в конторе и по делам? Нет, я знаю, что я должен работать, чтобы успокоить мать, отплатить тебе и детей не оставить такими нищими, как я был. Графине Марии хотелось сказать ему, что не о едином хлебе сыт будет человек, что он слишком много приписывает важности этим делам, но она знала, что этого говорить не нужно и бесполезно. Она только взяла его руку и поцеловала. Он принял этот жест жены за одобрение и подтверждение своих мыслей и, подумав несколько времени, молча, вслух продолжал свои мысли. Ты знаешь, Мари, сказал он, нынче приехал Илья Митрофанович, это был управляющий делами, из Тамбовской деревни, и рассказывает, что за лес уже дают восемьдесят тысяч, и Николай с оживленным лицом стал рассказывать о возможности в весьма скором времени выкупить отрадное. Еще десять годков жизни я оставлю детям десять тысяч в отличном положении. Графиня Мария слушала мужа и понимала все, что он говорил ей. Она знала, что, когда он так думал вслух, он иногда спрашивал ее, что он сказал, и сердился, когда замечал, что она думала о другом. Но она делала для этого большие усилия, потому что ее нисколько не интересовало то, что он говорил. Она смотрела на него и не то, что думала о другом, а чувствовала о другом. Она чувствовала покорную, нежную любовь к этому человеку, который никогда не поймет всего того, что она понимает. И как бы от этого она еще сильнее с оттенком страстной нежности любила его. Кроме этого чувства, поглощавшего ее всю и мешавшего ей вникать в подробности планов мужа, в голове ее мелькали мысли, не имеющие ничего общего с тем, о чем он говорил. Она думала о племяннике. Рассказ мужа о его волнении при разговоре Пьера сильно поразил ее. Различные черты его нежного чувствительного характера представлялись ей, и она, думая о племяннике, думала и о своих детях. Она не сравнивала племянника и своих детей, но она сравнивала свое чувство к ним и с грустью находила, что в чувстве ее к Николеньке чего-то недоставало. Иногда ей приходила мысль, что различие это происходит от возраста, но она чувствовала, что была виновата перед ним, и в душе своей обещала себе исправиться и сделать невозможное, то есть в этой жизни любить и своего мужа, и детей, и Николеньку, и всех ближних, так, как Христос любил человечество. Душа графини Марии всегда стремилась к бесконечному, вечному и совершенному, и потому никогда не могла быть покойна. На лице ее выступило строгое выражение затаенного высокого страдания души, тяготящейся телом. Николай посмотрел на нее. «Боже мой, что с нами будет, если она умрет, как это мне кажется, когда у нее такое лицо?» подумал он, и, став перед образом, он стал читать вечерние молитвы. Наташа, оставшись с мужем одна, тоже разговаривала так, как только разговаривает жена с мужем, то есть с необыкновенной ясностью и быстротой познавая и сообщая мысли друг друга путем противным всем правилам логики, без посредства суждений, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом. Наташа до такой степени привыкла говорить с мужем этим способом, что верным признаком того, что что-нибудь было неладно между ей и мужем, для нее служил логический ход мысли Пьера, когда он начинал доказывать, говорить рассудительно и спокойно, и когда она, увлекаясь его примером, начинала делать то же, она знала, что это непременно поведет к ссоре. С того самого времени, как они остались одни, и Наташа с широко раскрытыми счастливыми глазами подошла к нему тихо и вдруг, быстро схватив его за голову, прижала ее к своей груди и сказала «Теперь весь, весь мой, мой, не уйдешь». С этого времени начался этот разговор, противный всем законам логики, противный уже потому, что в одно и то же время говорилось о совершенно различных предметах. Это одновременное обсуждение многого не только не мешало ясности понимания, но, напротив, было вернейшим признаком того, что они вполне понимают друг друга. Как в сновидении все бывает неверно, бессмысленно и противоречиво, кроме чувства, руководящего сновидением, так и в этом общении, противном всем законам рассудка, последовательны и ясны не речи, а только чувства, которые руководит ими. Наташа рассказывала Пьеру о житье-бытие брата, о том, как она страдала, а не жила без мужа, и о том, как она еще больше полюбила Мари, и о том, как Мари во всех отношениях лучше ее. Говоря это, Наташа признавалась искренне в том, что она видит превосходство Мари, но вместе с тем, она, говоря это, требовала от Пьера, чтобы он все-таки предпочитал ее, Мари, и всем другим женщинам. и теперь вновь, особенно после того, как он видел много женщин в Петербурге, повторил бы ей это. Пьер, отвечая на слова Наташи, рассказал ей, как невыносимо было для него в Петербурге бывать на вечерах и обедах с дамами. «Я совсем разучился говорить с дамами», сказал он, «просто скучно, особенно я так был занят». Наташа пристально посмотрела на него и продолжала, «Марии это такая прелесть», сказала она, «как она умеет понимать детей, она как будто только душу их видит. Вчера, например, Митенька стал капризничать». «Ах, как он похож на отца», перебил Пьер. Наташа поняла, почему он сделал это замечание о сходстве Митеньки с Николаем. Ему неприятно было воспоминание о его споре с Шурином, и хотелось знать об этом мнении Наташи. «У Николеньки есть эта слабость, что, если что не принято всеми, он ни за что не согласится, а я понимаю, что ты именно дорожишь тем, чтобы открыть поприще», сказала она, повторяя слова, рассказанные Пьером. «Нет, главное для Николая, сказал Пьер, мысли и рассуждения забава, почти препровождение времени. Вот он собирает библиотеку и за правило поставил не покупать новые книги, не прочтя купленной, и Сисмонди, и Руссо, и Монтескле, с улыбкой прибавил Пьер. Ты ведь знаешь, как я его начал было смягчать свои слова, но Наташа перебила его, давая чувствовать, что это не нужно. Так ты говоришь, для него мысли забава? Да, а для меня все остальное забава. Я все время в Петербурге, как во сне всех видел. Когда меня занимает мысль, то все остальное забава. Ах, как жаль, что я не видала, как ты здоровался с детьми, сказала Наташа, которой больше всех обрадовалась. Верно, Лиза? Да, сказал Пьер и продолжал то, что занимало его. Николай говорит, что мы не должны думать. Да я не могу. Не говоря уже о том, что в Петербурге я чувствовал это, я тебе могу сказать, что без меня все это распадалось, каждый тянул в свою сторону. Но мне удалось всех соединить, и потом моя мысль так проста и ясна, ведь я не говорю, что мы должны противодействовать тому-то и тому-то, мы можем ошибаться, а я говорю, возьмем тесь рука с рукою тех, которые любят добро, и пусть будет одно знамя, деятельный добродетель. Князь Сергий славный человек и умен. Наташа не сомневалась бы в том, что мысль Пьера была великая мысль, но одно смущало ее, это было то, что он был ее муж, неужели такой важный и нужный человек для общества, вместе с тем мой муж, отчего это так случилось? ей хотелось выразить ему это сомнение, кто и кто те люди, которые могли бы решить, действительно ли он так умнее всех? Спрашивала она себя и перебирала в своем воображении тех людей, которые были очень уважаемы Пьером. Никого из всех людей, судя по его рассказам, он так не уважал, как Платона Каратаева. Ты знаешь, о чем я думаю, сказала она, о Платоне Каратаеве, как он, одобрил бы тебя теперь? Пьер нисколько не удивлялся этому вопросу, он понял ход мыслей жены. Платон Каратаев, сказал он и задумался, видимо, искренно стараясь представить себе суждение Каратаева об этом предмете. Он не понял бы, а, впрочем, я думаю, что да. Я ужасно люблю тебя, сказала вдруг Наташа. Ужасно, ужасно. Нет, не одобрил бы, сказал Пьер, подумав. Что он одобрил бы, это нашу семейную жизнь. Он так желал видеть во всем благообразие, счастье, спокойствие. Я с гордостью показал бы ему нас. Вот ты говоришь, разлука, а ты не поверишь, какое особенное чувство я к тебе имею после разлуки. Да, вот еще, начала было Наташа, нет, не то. Я никогда не перестаю тебя любить, и больше любить нельзя. А это особенно, ну, да, он не договорил, потому что встретившийся взгляд их договорил остальное. Какие глупости, сказала вдруг Наташа, медовый месяц, и что самое счастье в первое время, напротив, теперь самое лучшее. Ежели бы ты только не уезжал, помнишь, как мы ссорились, и всегда я была виновата, всегда я, и о чем мы ссорились, я не помню даже. Все об одном, сказал Пьер, улыбаясь. Ревна, не говори, терпеть не могу, вскрикнула Наташа, и холодный злой блеск засветился в ее глазах. Ты видел ее? прибавила она, помолчав. Нет, да и видел бы, не узнал. Они помолчали. Ах, знаешь, когда ты в кабинете говорил, я смотрела на тебя, заговорила Наташа, видимо, стараясь отогнать набежавшее облако. Ну, две капли воды ты на него похож, на мальчика, она так называла сына. Ах, пора к нему идти, пришло, а жалко уходить. Они замолчали на несколько секунд, потом вдруг в одно и то же время повернулись друг к другу и начали что-то говорить. Пьер начал с самодовольствием и увлечением. Наташа с тихой счастливой улыбкой. Столкнувшись, они оба остановились, давая друг другу дорогу. «Нет, ты что? Говори, говори!» «Нет, ты скажи! Я так, глупости», сказала Наташа. Пьер сказал то, что он начал. Это было продолжение его самодовольных рассуждений об его успехе в Петербурге. Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новые направления всему русскому обществу и всему миру. Я хотел сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто. Да. А ты что хотела сказать? Я так, глупости. Нет, все-таки. Да ничего, пустяки, сказала Наташа, еще светлее прозияв улыбкой. Я только хотела сказать про Петю. Нынче няня подходит взять его от меня. Он засмеялся, зажмурился и прижался ко мне, верно думал, что спрятался. Ужасно мил. Вот он кричит. Ну, прощай. И она пошла из комнаты. В то же время внизу, в отделении Николеньки Балконского, в его спальне, как всегда, горела лампадка. Мальчик боялся темноты, и его не могли отучить от этого недостатка. Десаль спал высоко на своих четырех подушках, и его римский нос издавал равномерные звуки храпения. Николенька, только что проснувшись в холодном поту, с широко раскрытыми глазами сидел на своей постели и смотрел перед собой. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках, таких, которые были нарисованы в издании Плутарха. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых косых линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые летают осенью, и которые Десаль называл нитями Богородицы. Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. Они, он и Пьер, неслись легко и радостно, все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться, стало тяжело, и дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе. «Это вы сделали», сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. «Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед». Николень оглянулся на Пьера, но Пьера уже не было. Пьер был отец, князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был, и, видя его, Николенька почувствовал слабость любви, он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким, отец ласкал и жалел его, но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них, ужас обхватил Николеньку, и он проснулся. «Отец», думал он, «Отец, несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николенька никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе. Отец был со мною и ласкал меня. Он одобрял меня, он одобрял дядю Пьера. Что бы он ни говорил, я сделаю это». Муц из Цевола сжег свою руку. «Но отчего ж и у меня в жизни не будет того же? Я знаю, они хотят, чтобы я учился, и я буду учиться, но когда-нибудь я перестану, и тогда я сделаю. Я только об одном прошу Бога, чтобы было со мною то, что было с людьми Плутарха, и я сделаю то же». «Я сделаю лучшее, все узнают, все полюбят меня, все восхитятся мною». И вдруг Николенька почувствовал рыдание, захватившее его грудь, и заплакал. «Вы не здоровы?» послышался голос Десаля. «Нет», отвечал Николенька и лег на подушку. «Он добрый и хороший, я люблю его». Думал он о Десале, а дядя Пьер, о, какой чудный человек, а отец, 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 да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен. Часть вторая Предмет истории есть жизнь народов и человечества. Непосредственно уловить и обнять словом, описать жизнь не только человечества, но одного народа, представляется невозможным. Все древние историки употребляли один и тот же прием для того, чтобы описать и уловить кажущуюся неуловимой жизнь народа. Они описывали деятельность единичных людей, правящих народом, и эта деятельность выражала для них деятельность всего народа. На вопросы о том, каким образом единичные люди заставляли действовать народы по своей воле и чем управлялась сама воля этих людей, древние отвечали на первый вопрос признанием воли божества, подчинявшей народы воле одного избранного человека, и на второй вопрос признанием того же божества, направляющего эту волю избранного к предназначенной цели. Для древних вопросы эти разрешались верою в непосредственное участие божества в делах человечества. Новая история в теории своей отвергла оба эти положения. Казалось бы, что отвергнув верование древних о подчинении людей божеству и об определенной цели, к которой ведутся народы, новая история должна бы была изучать не проявление власти, а причины, образующие ее. Но новая история не сделала этого. Отвергнув теории воззрения древних, она следует им на практике. Вместо людей, одаренных божественной властью и непосредственно руководимых волею божества, новая история поставила или героев, одаренных необыкновенными нечеловеческими способностями, или просто людей самых разнообразных свойств, от монархов до журналистов, руководящих массами. Вместо прежних, угодных божеству целей народов иудейского, греческого, римского, которые древним представлялись целями движения человечества, новая история поставила свои цели благо французского, германского, английского и в самом своем высшем отвлечении цели благо цивилизации всего человечества, под которым, разумеется, обыкновенно народы, занимающие маленький северо-западный уголок большого материка. Новая история отвергла верование древних, не поставив на место их нового воззрения, и логика положения заставила историков, мнимо отвергавших божественную власть царей и фатум древних, прийти другим путем к тому же самому, к признанию того, что, первое, народы руководятся единичными людьми, и второе, что существует известная цель, которой движутся народы и человечество. Во всех сочинениях новейшей истории, от Гиббона до Бокля, несмотря на их кажущееся разногласия и на кажущуюся новизну их воззрений, лежат в основе эти два старые неизбежные положения. Во-первых, историк описывает деятельность отдельных лиц, по его мнению, руководивших человечеством. Один считает таковыми одних монархов, полководцев, министров, другой, кроме монархов и ораторов, ученых, реформаторов, философов и поэтов. Во-вторых, цель, которая ведется человечеству, известна историку. Для одного цель это есть величие римского, испанского, французского государства, для другого это свобода, равенство, известного рода цивилизации маленького уголка мира, называемого Европою. В 1789 году поднимается брожение в Париже. Оно растет, разливается и выражается движением народов с запада на восток. Несколько раз движение это направляется на восток, приходит в столкновение с противодвижением с востока на запад. В 12-м году оно доходит до своего крайнего предела Москвы, и с замечательной симметрией совершается противодвижение с востока на запад, точно так же, как и в первом движении, увлекая за собой серединные народы. Обратное движение доходит до точки исхода движения на западе до Парижа и затихает. И в этот двадцатилетний период времени огромное количество полей не паханы, дома сожжены, торговля переменяет направление, миллионы людей беднеют, богатеют, переселяются, и миллионы людей христиан, исповедующих закон любви ближнего, убивают друг друга. Что такое все это значит? От чего произошло это? Что заставляло этих людей сжигать дома и убивать себе подобных? Какие были причины этих событий? Какая сила заставила людей поступать таким образом? Вот невольные, простодушные и самые законные вопросы, которые предлагают себе человечество, натыкаясь на памятники и предания прошедшего периода движения? За разрешением этих вопросов здравый смысл человечества обращается к науке истории, имеющей целью самопознания народов и человечества. Ежели бы история удержала воззрение древних, она бы сказала «божество в награду или в наказание своему народу», дало Наполеону власть и руководило его волей для достижения своих божественных целей. И ответ был бы полный и ясный. Можно было веровать или не веровать в божественное значение Наполеона, но для верующего в него во всей истории этого времени все было бы понятно и не могло бы быть ни одного противоречия. Но новая история не может отвечать таким образом. Наука не признает воззрение древних на непосредственное участие божества в делах человечества, и потому она должна дать другие ответы. Новая история, отвечая на эти вопросы, говорит «Вы хотите знать, что значит это движение, отчего оно произошло и какая сила произвела эти события? Слушайте, Людовик XIV был очень гордый и самонадеянный человек, у него были такие-то любовницы и такие-то министры, и он дурно управлял Францией. Наследники Людовика тоже были слабые люди и тоже дурно управляли Францией, и у них были такие-то любимцы и такие-то любовницы, притом некоторые люди писали в это время книжки. В конце XVIII столетия в Париже собралось десятка-два людей, которые стали говорить о том, что все люди равны и свободны. От этого во всей Франции люди стали резать и топить друг друга. Люди эти убили короля и еще многих. В это же время во Франции был гениальный человек Наполеон. Он везде всех побеждал, то есть убивал много людей, потому что он был очень гениален. И он поехал убивать для чего-то африканцев. И так хорошо их убивал и был такой хитрый и умный, что, приехав во Францию, велел всем себе повиноваться. И все повиновались ему. Сделавшись императором, он опять пошел убивать народ в Италии, Австрии и Пруссии. И там много убил. В России же был император Александр, который решился восстановить порядок в Европе и потому воевал с Наполеоном. Но в седьмом году он вдруг подружился с ним, а в одиннадцатом опять поссорился, и опять они стали убивать много народа, и Наполеон привел шестьсот тысяч человек в Россию и завоевал Москву. А потом он вдруг убежал из Москвы, и тогда император Александр с помощью советов Штейна и других соединил Европу для ополчения против нарушителей ее спокойствия. Все союзники Наполеона сделались вдруг его врагами, и это ополчение пошло против собравшего новые силы Наполеона. Союзники победили Наполеона, вступили в Париж, заставили Наполеона отречься от престола и сослали его на остров Эльбу, не лишая его сана императора и оказывая ему всякое уважение, несмотря на то, что пять лет тому назад и год после этого все его считали разбойником вне закона. А царствовать стал Людовик XVIII, над которым до тех пор и французы, и союзники только смеялись. Наполеон же, проливая слезы перед старой гвардией, отрекся от престола и поехал в изгнание. Потом искусные государственные люди и дипломаты, в особенности Толейран, успевшие сесть прежде другого на известные кресла и тем увеличившие границы Франции, разговаривали в Вене и этим разговором делали народы счастливыми и несчастливыми. Вдруг дипломаты и монархи чуть было не поссорились, они уже готовы были опять велеть своим войскам убивать друг друга, но в это время Наполеон с батальоном приехал во Францию и французы, ненавидевшие его, тотчас же все ему покорились. Но союзные монархи за это рассердились и пошли опять воевать с французами и гениального Наполеона победили и повезли на остров Елены, вдруг признав его разбойником. И там изгнанник, разлученный с милами сердцу и с любимой им Францией, умирал на скале медленной смертью и передал свои великие деяния потомству. А в Европе произошла реакция и все государи стали опять обижать свои народы. Напрасно подумали бы, что это есть насмешка карикатуры исторических описаний. Напротив, это есть самое мягкое выражение тех противоречивых и не отвечающих на вопросы ответов, которые дает вся история от составителей мемуаров и историй отдельных государств до общих историй и нового рода истории культуры того времени. Странность и комизм этих ответов вытекают из того, что новая история подобна глухому человеку, отвечающему на вопросы, которых никто ему не делает. Если цель истории есть описание движения человечества и народов, то первый вопрос, без ответа на который все остальное непонятно, следующий. Какая сила движет народами? На этот вопрос новая история озабоченно рассказывает или то, что Наполеон был очень гениален, или то, что Людовик XIV был очень горд, или еще то, что такие-то писатели написали такие-то книжки? Все это очень может быть, и человечество готово на это согласиться, но оно не об этом спрашивает. Все это могло бы быть интересно, если бы мы признавали божественную власть, основанную на самой себе, и всегда одинаковую, управляющую своими народами через Наполеонов, Людовиков и писателей, но власти этой мы не признаем, и потому прежде чем говорить о Наполеонах, Людовиках и писателях, надо показать существующую связь между этими лицами и движением народов. Если вместо божественной власти стала другая сила, то надо объяснить, в чем состоит эта новая сила, ибо именно в этой силе и заключается весь интерес истории. истории как будто предполагает, что сила эта сама собой разумеется и всем известна, но несмотря на все желание признать эту новую силу известную, тот, кто прочтет очень много исторических сочинений, невольно усомнится в том, чтобы новая сила эта, различно понимаемая самими историками, была всем совершенно известно. Какая сила движет народами? Частные историки биографические и историки отдельных народов понимают эту силу как власть, присущую героям и владыкам. По их описаниям, события производятся исключительно волей Наполеонов, Александров или вообще тех людей, которые описывает частный историк. Ответы, даваемые этого рода историками на вопрос о той силе, которая движет событиями, удовлетворительны, но только до тех пор, пока существует один историк по каждому событию. Но как скоро историки различных национальностей и воззрений начинают описывать одно и то же событие, то ответы, ими даваемые, тотчас же теряют весь смысл, ибо сила эта, понимается каждым из них не только различна, но часто совершенно противоположна. Один историк утверждает, что событие произведено властью Наполеона, другой утверждает, что оно произведено властью Александра, третий, что властью какого-нибудь третьего лица. Кроме того, историки этого рода противоречат один другому даже и в объяснениях той силы, на которой основана власть одного и того же лица. Тьер, бонапартист, говорит, что власть Наполеона была основана на его добродетели и гениальности. Ланфери, республиканец, говорит, что она была основана на его мошенничестве и на обмане народа. Так что историки этого рода, взаимно уничтожая положение друг друга, тем самым уничтожают понятие о силе, производящей события, и не дают никакого ответа на существенный вопрос истории. Общие историки, имеющие дело со всеми народами, как будто признают несправедливость воззрения частных историков на силу, производящую события. Они не признают этой силы как власть, присущую героям и владыкам, а признают ее результатом разнообразно направленных многих сил. Описывая войну или покорение народа, общий историк отыскивает причину события не во власти одного лица, но во взаимодействии друг на друга многих лиц, связанных с событием. Поэтому воззрению власть исторических лиц, представляясь произведением многих сил, казалось бы, не может уже быть рассматриваема как сила сама себе производящая события. Между тем общие историки в большей части случаев употребляют понятие о власти опять как силу, саму в себе производящую события и относящуюся к ним как причина. По их изложению то историческое лицо есть произведение своего времени, и власть его есть только произведение различных сил, то власть его есть сила производящие события. Гервинус, Шлоссер, например, и другие то доказывают, что Наполеон есть произведение революции, идей 1789 года и так далее, то прямо говорят, что поход 12-го года и другие ненравящиеся им события суд только произведения ложнонаправленной воли Наполеона и что самые идеи 1789 года были остановлены в своем развитии вследствие произвола Наполеона. Идея революции, общее настроение произвело власть Наполеона, власть же Наполеона подавила идеи революции и общее настроение. Странное противоречие это не случайно. Оно не только встречается на каждом шагу, но из последовательного ряда таких противоречий составлены все описания общих историков. Противоречие это происходит от того, что, вступив на почву анализа, общие историки останавливаются на половине дороги. Для того, чтобы найти составляющие силы, равные составной или равнодействующие, необходимо, чтобы сумма составляющих равнялась составной. Это-то условие никогда не соблюдено общими историками, и потому, чтобы объяснить силу равнодействующую, они необходимо должны допускать, кроме недостаточных составляющих, еще необъясненную силу, действующую по составной. Частный историк, описывая поход ли тринадцатого года или восстановление бурбонов, прямо говорит, что события эти произведены волей Александра, но общий историк Гервинус, опровергая это воззрение частного историка, стремится показать, что поход тринадцатого года и восстановление бурбонов, кроме воли Александра, имели причинами деятельность Штейна, Меттерниха, Мадам Сталь, Толерана, Фихта, Шатабриана и других. Историк, очевидно, разложил власть Александра на составные Толерана, Шатабриана и так далее. Сумма этих составных, то есть воздействие друг на друга Шатабриана, Толерана, Мадам Сталь и других, очевидно, не равняется всей равнодействующей, то есть тому явлению, что миллионы французов покорились Бурбоном. Из того, что Шатабриан, Мадам Сталь и другие сказали друг другу такие слова, вытекает только их отношение между собой, но не покорение миллионов. И потому, чтобы объяснить, каким образом из этого их отношение вытекло покорение миллионов, то есть из составных, равных одному А, вытекло равнодействующее, равное тысяче А, историк необходимо должен допустить опять ту же силу власти, которую он отрицает, признавая ее результатом сил, то есть он должен допустить необъясненную силу, действующую по составной. Это самое и делают общие историки и вследствие того не только противоречат частным историкам, но и сами себе. Деревенские жители, которые, смотря по тому, хочется ли им дождя или ведра, не имея ясного понятия о причинах дождя, говорят, ветер разогнал тучи и ветер нагнал тучи. Так точно общие историки, иногда, когда им этого хочется, когда это подходит к их теории, говорят, что власть есть результат событий, а иногда, когда нужно доказать другое, они говорят, что власть производит события. Третьи историки, называющиеся историками культуры, следуя по пути, проложенному общими историками, признающими иногда писателей и дам силами, производящими события, еще совершенно иначе понимают эту силу. Они видят ее в так называемой культуре, в умственной деятельности. Историки культуры совершенно последовательны по отношению к своим родоначальникам, общим историкам, ибо если исторические события можно объяснить тем, что некоторые люди так-то и так-то относились друг к другу, то почему не объяснять их тем, что такие-то люди писали такие-то книжки? Эти историки из всего огромного числа признаков, сопровождающих всякое живое явление, выбирают признак умственной деятельности и говорят, что этот признак есть причина. Но несмотря на все их старания показать, что причина события лежала в умственной деятельности, только с большой уступчивостью можно согласиться с тем, что между умственной деятельностью и движением народов есть что-то общее. Но уже ни в коем случае нельзя допустить, чтобы умственная деятельность руководила деятельностью людей, ибо такие явления, как жесточайшее убийство французской революции, вытекающие из проповедей о равенстве человека, и злейшие войны и казни, вытекающие из проповеди о любви, не подтверждают этого предположения. Но допустив даже, что справедливы все хитросплетенные рассуждения, которыми наполнены эти истории, допустив, что народы управляются какой-то неопределимой силой, называемой идеей, существенный вопрос истории все-таки или остается без ответа, или к прежней власти монархов и к вводимому общими историками влиянию советчиков и других лиц присоединяется еще новая сила идеи, связь которой с массами требуют объяснения. Возможно понять, что Наполеон имел власть и потому совершилось событие. С некоторой уступчивостью можно еще понять, что Наполеон вместе с другими влияниями был причиной события. Но каким образом книга «Общественный договор» сделала то, что французы стали топить друг друга, не может быть понято без объяснений причинной связи этой новой силы с событием. Несомненно, существует связь между всем одновременно живущим, и потому есть возможность найти некоторую связь между умственной деятельностью людей и их историческим движением, точно так же, как эту связь можно найти между движением человечества и торговлей, ремеслами, садоводством и чем хотите. Но почему умственная деятельность людей представляется историками культуры причиной или выражением всего исторического движения, это понять трудно. К такому заключению историков могли привести только следующие соображения. Первое, что истории пишутся учеными, и потому им естественно и приятно думать, что деятельность их сословия есть основание движения всего человечества, точно так же, как это естественно и приятно думать купцам, земледельцам, солдатам. Это не высказывается только потому, что купцы и солдаты не пишут истории. И второе, что духовная деятельность, просвещение, цивилизация, культура, идея, все это понятия неясные, неопределенные, под знаменем которых весьма удобно употреблять слова, имеющие еще менее ясного значения и потому легко подставляемые под всякие теории. Но, не говоря о внутреннем достоинстве этого рода истории, может быть, они для кого-нибудь или для чего-нибудь и нужны. Истории культуры, которым начинают более и более сводиться все общие истории, знаменательны тем, что они, подробно и серьезно разбирая различные религиозные, философские, политические учения как причины событий, всякий раз, как им только приходится описать действительно историческое событие, как, например, поход 12-го года, описывают его невольно как произведение власти, прямо говоря, что поход этот есть произведение воли Наполеона, говоря, таким образом историки культуры невольно противоречат самим себе и доказывают, что та новая сила, которую они придумали, не выражает исторических событий, а что единственное средство понимать историю есть та власть, которой они, будто бы, не признают. Идет паровоз Спрашивается отчего он движется Мужик говорит, это черт движет его Другой говорит, что паровоз идет от того, что в нем движутся колеса Третий утверждает, что причина движения заключается в дыме относимым ветром Мужик неопровержим для того, чтобы его опровергнуть надо, чтобы кто-нибудь доказал ему, что нет черта или чтобы другой мужик объяснил, что не черт, а немец движет паровоз. Только тогда из противоречий они увидят, что они оба неправы. Но тот, который говорит, что причина есть движение колес, сам себя опровергает, ибо если он вступил на почву анализа, он должен идти дальше и дальше, он должен объяснить причину движения колес, и до тех пор, пока он не придет к последней причине движения паровоза, к сжатому в паровике пару, он не будет иметь права остановиться в отыскивании причины. Тот же, который объяснял движение паровоза относимым назад дымом, заметив, что объяснение о колесах не дает причины, взял первый попавшийся признак и с своей стороны выдал его за причину. Единственное понятие, которое может объяснить движение паровоза, есть понятие силы, равной видимому движению. Единственное понятие, посредством которого может быть объяснено движение народов, есть понятие силы, равной всему движению народов. Между тем, под понятием этим, разумеются, различными историками совершенно различные и все неравные видимому движению силы. Одни видят в нем силу, непосредственно присущую героям, как мужик черта в паровозе, другие силу, производимую из других некоторых сил, как движение колес, третье умственное влияние, как относимый дым. До тех пор, пока пишутся истории отдельных лиц, будь они Кесарь, Александры, или Лютеры, или Вольтеры, они истории всех, без одного исключения всех людей, принимающих участие в событии. Нет никакой возможности описывать движение человечества без понятия «осилия», заставляющей людей направлять свою деятельность к одной цели. И единственное известное историком такое понятие есть власть. Понятие это есть единственная ручка, посредством которой можно владеть материалом истории при теперешнем ее изложении, и тот, кто отломил бы эту ручку, как кто сделал Бокль, не узнав другого приема обращения с историческим материалом, только лишил бы себя последней возможности обращаться с ним. Неизбежность понятия о власти для объяснения исторических явлений лучше всего доказывают сами общие историки и историки культуры, мнимо отрешающиеся от понятия о власти и неизбежно на каждом шагу употребляющие его. Историческая наука до сих пор по отношению к вопросам человечества подобна обращающимся деньгам, ассигнациям и звонкой монете. Биографические и частные народные истории подобны ассигнациям. Они могут ходить и обращаться, удовлетворяя своему назначению, без вреда кому бы то ни было и даже с пользой, до тех пор, пока не возникнет вопрос о том, чем они обеспечены. Стоит только забыть про вопрос о том, каким образом воли героев производят события, и истории Тьеров будут интересны, поучительны, и, кроме того, будут иметь оттенок поэзии. Но точно так же, как сомнение в действительной стоимости бумажек возникнет или из того, что, так как их делать легко, то начнут их делать много, или из того, что захотят взять за них золото, точно так же возникает сомнение в действительном значении истории этого рода, или из того, что их является слишком много, или из того, что кто-нибудь в простоте души спросит, какой уже силой сделал это Наполеон, то есть захочет разменять ходячую бумажку на чистое золото действительного понятия. Общие же историки и историки культуры подобны людям, которые, признав неудобство ассигнаций, решили бы вместо бумажки сделать звонкую монету из металла, не имеющего плотности золота. И монета действительно вышла бы звонкая, но только звонкая. Бумажка еще могла обманывать незнающих, а монета звонкая, но неценная, не может обмануть никого. Так же, как золото, только тогда золото, когда оно может быть употреблено не для одной мены, а и для дела, так же и общие историки только тогда будут золотом, когда они будут в силах ответить на существенный вопрос истории, что такое власть. Общие историки отвечают на этот вопрос противоречиво, а историки культуры вовсе отстраняют его, отвечая на что-то совсем другое. И как жетоны, похожие на золото, могут быть только употребляемы между собранием людей, согласившихся признавать их за золото, и между теми, которые не знают свойства золота, так и общие историки, историки культуры, не отвечая на существенные вопросы человечества для каких-то своих целей служат ходячей монетой университетом и толпе читателей, охотников досерьезных книжек, как они это называют. Отрешившись от воззрения древних на божественное подчинение воле народа одному избранному и на подчинение этой воле божеству, история не может сделать ни одного шага без противоречия, не выбрав одного из двух, или возвратиться к прежнему верованию в непосредственное участие божества в делах человечества, или определенно объяснить значение той силы, производящей исторические события, которые называются властью. Возвратиться к первому невозможно, верование разрушено, и потому необходимо объяснить значение власти. Наполеон приказал собрать войска и идти на войну. Представление это до такой степени нам привычно, до такой степени мы сжились с этим взглядом, что вопрос о том, почему 600 тысяч человек идут на войну, когда Наполеон сказал такие-то слова, кажется нам бессмысленным. Он имел власть, и потому было исполнено то, что он велел. Ответ этот совершенно удовлетворителен, если мы верим, что власть дана была ему от Бога. Но как скоро мы не признаем этого, необходимо определить, что такое эта власть одного человека над другими. Власть эта не может быть той непосредственной властью физического преобладания сильного существа над слабым, преобладания основанного на приложении или угрозе приложения физической силы, как власть Геркулеса. Она не может быть также основана на преобладании нравственной силы, как то в простоте душевной думают некоторые историки, говоря, что исторические деятели суть герои, то есть люди, одаренные особенной силой души и ума и называемой гениальностью. Власть эта не может быть основана на преобладании нравственной силы, ибо не говоря о людях героях, как Наполеоны, о нравственных достоинствах, которых наречивы, история показывает нам, что ни Людовики Одиннадцатые, ни метрники, управлявшие миллионами людей, не имели никаких особенных свойств силы душевной, а напротив, были по большей части нравственно слабее каждого из миллионов людей, которыми они управляли. если источник власти лежит не в физических и не в нравственных свойствах лица ею обладающего, то очевидно, что источник этой власти должен находиться вне лица, в тех отношениях к массам, в которых находится лицо, обладающее властью. Так точно и понимает власть наука о праве, та самая разменная касса истории, обещающая разменять историческое понимание власти на чистое золото. Власть есть совокупность воль масс, перенесенная выраженным или молчаливым согласием на избранных массами правителей. В области науки права, составленной из рассуждения о том, как бы надо было устроить государство и власть, если бы можно было все это устроить, все это очень ясно, но в приложении к истории это определение власти требует разъяснений. Наука права рассматривает государство и власть, как древние рассматривали огонь, как что-то абсолютно существующее. Для истории же государство и власть суть только явления, точно так же, как для физики нашего времени огонь есть не стихия, а явление. От этого-то основного различия воззрения истории и науки права происходит то, что наука права может рассказать подробно о том, как, по ее мнению, надо бы устроить власть и что такое есть власть, неподвижно существующая вне времени. Но на вопросы исторические, о значении видоизменяющейся во времени власти, она не может ответить ничего. Если власть есть перенесенная на правителя совокупность воль, то Пугачев есть ли представитель воль-масс? Если не есть, то почему Наполеон I есть представитель? Почему Наполеон III, когда его поймали в Булоне, был преступник, а потом были преступники те, которых он поймал? При дворцовых революциях, в которых участвуют иногда два-три человека, переносится ли тоже воля масс на новое лицо? При международных отношениях переносится ли воля масс народа на своего завоевателя? В 1808 году воля Рейнского союза была ли перенесена на Наполеона? Воля массы русского народа была ли перенесена на Наполеона во время 1809 года, когда наши войска в союзе с французами шли воевать против Австрии? На эти вопросы можно отвечать трояка, или, первое, признать, что воля масс всегда безусловно передается тому или тем правителям, которых они избрали, и что поэтому всякое возникновение новой власти, всякая борьба против рас переданной власти должна быть рассматриваема только как нарушение настоящей власти. Или, второе, признать, что воля масс переносится на правителей условно, под определенными и известными условиями, и показать, что все стеснения, столкновения и даже уничтожения власти происходят от несоблюдения правителями тех условий, под которыми им передана власть, или, третье, признать, что воля масс переносится на правителей условно, но под условиями неизвестными, неопределенными, и что возникновение многих властей, борьба их и падение происходит только от большего или меньшего исполнения правителями тех неизвестных условий, на которых переносится воли масс с одних лиц на другие. Так трояко и объясняют историки отношения масс к правителям. Одни историки, не понимая в простоте душевной вопроса о значении власти, те самые частные и биографические историки, о которых было говорено выше, признают, как будто, что совокупность воль масс переносится на исторические лица безусловно, и потому, описывая какую-нибудь одну власть, эти историки предполагают, что эта самая власть есть одна абсолютная и настоящая, а что всякая другая сила, противодействующая этой настоящей власти, есть не власть, а нарушение власти, насилие. Теория их годная для первобытных и мирных периодов истории, в приложении к сложным и бурным периодам жизни народов, во время которых возникают одновременно и борются между собой различные власти, имеет то неудобство, что историк-легитимист будет доказывать, что конвент, директория и Бонапарт были только нарушения власти, а республиканец и Бонапартист будут доказывать один, что конвент, а другой, что империя были настоящей властью, а что все остальное было нарушение власти. Очевидно, что таким образом, взаимно опровергая друг друга, объяснения власти этих историков могут годиться только для детей в самом нежном возрасте. Признавая ложность этого взгляда на историю, другой род историков говорит, что власть основана на условной передаче правителям совокупности воль-масс, и что исторические лица имеют власть только под условиями исполнения той программы, которую молчаливым согласием предписала им воля народа. Но в чем состоят эти условия? Историки эти не говорят нам. Или если и говорят, то постоянно противоречат один другому. Каждому историку, смотря по его взгляду на то, что составляет цель движения народа, представляются эти условия в величии, богатстве, свободе, просвещений граждан Франции или другого государства. Но не говоря уже о противоречии историков, о том, какие эти условия, допустив даже, что существует одна общая всем программа этих условий, мы найдем, что исторические факты почти всегда противоречат этой теории. Есть ли условия, под которыми передается власть, состоят в богатстве, свободе, просвещении народа, то почему Людовики XIV и Ивана IV спокойно доживают свои царствования, а Людовики XVI и Карлы I казнятся народами? На этот вопрос историки эти отвечают тем, что деятельность Людовика XIV противной программе отразилась на Людовике XVI. Но почему же она не отразилась на Людовике XIV или XV? Почему именно она должна была отразиться на Людовике XVI? И какой срок этого отражения? На эти вопросы нет и не может быть ответов. Также мало объясняется при этом воззрении причина того, что совокупность воль несколько веков не переносится своих правителей и их наследников, а потом вдруг продолжение 50 лет переносится на конвент, на директорию, на Наполеона, на Александра, на Людовика XVIII, опять на Наполеона, на Карла X, на Людовика Филиппа, на республиканское правительство, на Наполеона III. При объяснении этих быстро совершающихся перенесений воль с одного лица на другое, и в особенности при международных отношениях, завоеваниях и союзах, историки эти невольно должны признать, что часть этих явлений уже не суть правильные перенесения воль, а случайности, зависящие то от хитрости, то от ошибки или коварства, или слабости дипломата, или монарха, или руководителя партии. Так что большая часть явлений истории между усобия, революции, завоевания представляются этими историками уже не произведениями перенесения свободных воль, а произведением ложно направленной воли одного или нескольких людей, то есть опять нарушениями власти. И потому исторические события и этого рода историками представляются отступлениями от теории. Историки эти подобны тому ботанику, который, приметив, что некоторые растения выходят из семени в двух долях листиках, наставил бы на том, что все, что растет, растет только раздвояясь на два листка, и что пальма и гриб и даже дуб, разветвляясь в своем полном росте и не имея более подобия двух листиков, отступают от теории. Третьи историки признают, что воля масс переносится на исторические лица условно, но что условия эти нам неизвестны. Они говорят, что исторические лица имеют власть только потому, что они исполняют перенесенную на них волю масс. Но в таком случае, если сила, двигающая народами, лежит не в исторических лицах, а в самих народах, то в чем же состоит значение этих исторических лиц? Исторические лица, говорят эти историки, выражают собою волю масс. Деятельность исторических лиц служит представительницей деятельности масс. Но в таком случае является вопрос, вся ли деятельность исторических лиц служит выражением воли масс, или только известная сторона ее? Если вся деятельность исторических лиц служит выражением воли масс, как то и думают некоторые, то биография Наполеонов Екатерин со всеми подробностями придворной сплетни служит выражением жизни народов, что есть очевидная бессмыслица, если же только одна сторона деятельности исторического лица служит выражением жизни народов, как то и думают другие мнимо философы и историки, то для того, чтобы определить, какая сторона деятельности исторического лица выражает жизнь народа, нужно знать прежде, в чем состоит жизнь народа. Встречаясь с этим затруднением, историки этого рода придумывают самое неясное, неосязаемое и общее отвлечение, под которое возможно подвести наибольшее число событий, и говорят, что в этом отвлечении состоит цель движения человечества. Самые обыкновенные, принимаемые почти всеми историками общее отвлечение, суть свобода, равенство, прозвещение, прогресс, цивилизация, культура. Поставив за цель движения человечества какое-нибудь отвлечение, историки изучают людей, оставивших по себе наибольшее число памятников, царей, министров, полководцев, сочинителей, реформаторов, пап, журналистов, по мере того, как все эти лица, по их мнению, содействовали или противодействовали известному отвлечению. Но так как ничем не доказано, чтобы цель человечества состояла в свободе, равенстве, просвещении или цивилизации, и так как связь масс с правителями и просветителями человечества основана только на произвольном предположении, что совокупность воль масс всегда переносится на те лица, которые нам заметны, то и деятельность миллионов людей, переселяющихся, сжигающих дома, бросающих земледелие, истребляющих друг друга, никогда не выражается в описании деятельности десятка лиц, не сжигающих домов, не занимающихся земледелием, не убивающих себе подобных. История на каждом шагу доказывает это. Бражение народов Запада в конце прошлого века и стремление их на восток объясняется ли деятельностью Людовиков Четырнадцатого, Пятнадцатого и Шестнадцатого их любовниц, министров, жизнью Наполеона, Руссо, Дидерота, Бомарше и других? Движение русского народа на восток в Казань и Сибирь выражается ли в подробностях больного характера Ивана Четвертого и его переписки с Курбским? Движение народов во время крестовых походов Объясняется ли изучением Готфридов и Людовиков и их дам? Для нас осталось непонятным движение народов с запада на восток без всякой цели, без предводительства, с толпой бродяг, с Петром Пустынником, и еще более осталось непонятно прекращение этого движения, тогда, когда ясно поставлена была историческими деятелями разумной святой цель походов освобождения Иерусалима. Папы, короли и рыцари побуждали народ к освобождению святой земли, но народ не шел, потому что та неизвестная причина, которая побуждала его прежде к движению, более не существовала. История Готфридов и Минни Зенгеров очевидно не может вместить в себя жизнь народов и истории Готфридов и Минни Зенгеров осталась историей Готфридов и Минни Зенгеров, а история жизни народов и их побуждений осталась неизвестной. Еще менее объяснит нам жизнь народов истории писателей и реформаторов. История культуры объяснит нам побуждения, условия жизни и мысли писателя или реформатора. Мы узнаем, что Лютер имел вспыльчивый характер и говорил такие-то речи. Узнаем, что Руссо был недоверчив и писал такие-то книжки. Но не узнаем мы, отчего после реформации резались народы и отчего во время французской революции казнили друг друга. Если соединить обе эти истории вместе, как то делают новейшие историки, то это будут истории монархов и писателей, а не истории жизни народов. Жизнь народов не вмещается в жизнь нескольких людей, ибо связь между этими несколькими людьми и народами не найдена. Теория о том, что связь эта основана на перенесении совокупности воль на исторические лица, есть гипотеза, не подтверждаемая опытом истории. Теория о перенесении совокупности воль масс на исторические лица, может быть, весьма много объясняет в области науки права и может быть необходима для своих целей, но в приложении к истории, как только являются революции, завоевания, междоусобия, как только начинается история, теория это ничего не объясняет. Теория это кажется неопровержимой, именно потому, что акт перенесения воль народа не может быть проверен, так как он никогда не существовал. Какое бы не совершилось событие, кто бы не стал во главе события, теория всегда может сказать, что такое лицо стало во главе события, потому, что совокупность воль была перенесена на него. Ответы, даваемые этой теорией на исторические вопросы, подобны ответам человека, который, глядя на двигающиеся стадо и не принимая во внимание ни различной доброты пастбища в разных местах поля, ни погони пастуха, судил бы о причинах того или другого направления стада по тому, какое животное идет впереди стада. Стадо идет по этому направлению, потому, что впереди идущее животное ведет его, и совокупность воль всех остальных животных перенесена на этого правителя стада. Так отвечает первый разряд историков, признающих безусловную передачу власти. Ежели животные, идущие во главе стада, переменяются, то это происходит от того, что совокупность воль всех животных переносится с одного правителя на другого, смотря по тому, ведет ли это животное по тому направлению, которое избрало все стадо. Так отвечают историки, признающие, что совокупность воль масс переносится на правителей под условиями, которые они считают известными. При таком приеме наблюдения весьма часто бывает, что наблюдатель, соображаясь с избранным им направлением, считает вожаками тех, которые по случаю перемена направления масс не суть уже передовые, а боковые, а иногда задние. Если беспрестанно переменяются стоящие во главе животные и беспрестанно переменяются направления всего стада, то это происходит от того, что для достижения того направления, которые нам известны, животные передают свои воли тем животным, которые нам заметны, и для того, чтобы изучать движение стада, надо наблюдать всех заметных нам животных и идущих со всех сторон стада. Так говорят историки третьего разряда, признающие выражениями своего времени все исторические лица, от монархов до журналистов. Теория перенесения воль массы на исторические лица есть только перефраза, только выражение другими словами слов вопроса. Какая причина исторических событий? Власть. Что есть власть? Власть есть совокупность воль, перенесенных на одно лицо. При каких условиях переносится воле масс на одно лицо? При условиях выражения лицом воли всех людей. То есть власть есть власть. То есть власть есть слово, значение которого нам непонятно. Если бы область человеческого знания ограничивалась одним отвлеченным мышлением, то подвергнув критике то объяснение власти, которое дает наука, человечество пришло бы к заключению, что власть есть только слово и в действительности не существует. Но для познания явлений кроме отвлеченного мышления человек имеет орудие опыта. на котором он проверяет результаты мышления. И опыт говорит, что власть не есть слово, но действительно существующее явление. Не говоря о том, что без понятия власти не может обойтись ни одно описание совокупной деятельности людей, существование власти доказывается как историей, так и наблюдением современных событий. Всегда, когда совершаются события, является человек или люди, по воле которых событие представляется совершившимся. Наполеон Третий предписывает, и французы идут в Мексику. Прусский король и Бисмарк предписывают, и войска идут в Богемию. Наполеон Первый приказывает, и войска идут в Россию. Александр Первый приказывает, и французы покоряются Бурбоном. Опыт показывает нам, что какое бы ни совершилось событие, оно всегда связано с волею одного или нескольких людей, которые его приказали. Историки по старой привычке признания божественного участия в делах человечества хотят видеть причину события в выражении воли лица, обреченного властью. Но заключение это не подтверждается ни рассуждением, ни опытом. С одной стороны, рассуждение показывает, что выражение воли человека, его слова, суть только часть общей деятельности, выражающейся в событии, как, например, в войне или революции. И потому без признания непонятной сверхъестественной силы чуда нельзя допустить, чтобы слова могли быть непосредственной причиной движения миллионов. С другой стороны, если даже допустить, что слова могут быть причиной события, то история показывает, что выражение воли исторических лиц в большей части случаев не производит никакого действия, то есть, что приказания их часто не только не исполняются, но что иногда происходит даже совершенно обратное тому, что ими приказано. Не допуская божественного участия в делах человечества, мы не можем принимать власть за причину событий. Власть с точки зрения опыта есть только зависимость, существующая между выражением воли лица и исполнением этой воли другими людьми. Для того, чтобы объяснить себе условия этой зависимости, мы должны восстановить прежде всего понятие выражения воли, относя его к человеку, а не к божеству. Ежели божество отдает приказание, выражая свою волю, как то нам показывает истории древних, то выражение этой воли не зависит от времени и ничем не вызвано, так как божество ничем не связано с событием. Но говоря о приказаниях, выражение воли людей, действующих во времени и связанных между собой, мы для того, чтобы объяснить себе связь приказаний с событиями, должны восстановить первое, условие всего совершающегося, непрерывность движения во времени как событий, так и приказывающего лица, и второе, условие необходимой связи, в которой находится приказывающее лицо к тем людям, которые исполняют его приказания. Только выражение воли божества, независящее от времени, может относиться к целому ряду событий, имеющему совершиться через несколько лет или столетий, и только божество, ничем не вызванное, по одной своей воле может определить направление движения человечества. Человек же действует во времени и сам участвует в событии. Восстановляя первое упущенное условие условия времени, мы увидим, что ни одно приказание не может быть исполнено без того, чтобы не было предшествовавшего приказания, делающего возможным исполнения последнего. Никогда ни одно приказание не появляется самопроизвольно и не включает в себя целого ряда событий, но каждое приказание вытекает из другого и никогда не относится к целому ряду событий, а всегда только к одному моменту события. Когда мы говорим, например, что Наполеон приказал войскам идти на войну, мы соединяем в одно одновременно выраженное приказание ряд последовательных приказаний, зависевших друг от друга. Наполеон не мог приказать поход на Россию и никогда не приказывал его. Он приказал нынче написать такие-то бумаги в Вену, в Берлин и в Петербург, завтра такие-то декреты и приказы по армии, флоту и интенданству и так далее и так далее. Миллионы приказаний, из которых составился ряд приказаний, соответствующих ряду событий, приведших французские войска в Россию. Если Наполеон во все свое царствование отдает приказания об экспедиции в Англию, ни на одно из своих предприятий не тратит столько усилий и времени и, несмотря на то, во все свое царствование даже ни разу не пытается исполнить своего намерения, а делает экспедицию в Россию, с которой он, по неоднократно высказываемому убеждению, считает выгодным быть в Союзе, то это происходит от того, что первые приказания не соответствовали, а вторые соответствовали ряду событий. Для того, чтобы приказание было, наверное, исполнено, надо, чтобы человек выразил такое приказание, которое могло бы быть исполнено. Знать же то, что может и что не может быть исполнено, невозможно не только для наполеоновского похода на Россию, где принимают участие миллионы, но и для самого несложного события, ибо для исполнения того и другого всегда могут встретиться миллионы препятствий. Всякое исполненное приказание есть всегда одно из огромного количества неисполненных. Все невозможные приказания не связываются с событием и не бывают исполнены, только те, которые возможны, связываются в последовательной ряды приказаний, соответствующие рядам событий и бывают исполнены. Ложное представление наше о том, что предшествующее событию приказания есть причина события, происходит от того, что, когда событие совершилось, и те одни из тысячи приказаний, которые связались с событиями, исполнились, то мы забываем о тех, которые не были, потому что не могли быть исполнены. Кроме того, главный источник заблуждения нашего в этом смысле происходит от того, что в историческом изложении целый ряд бесчисленных, разнообразных, мельчайших событий, как, например, все то, что привело войска французские в Россию, обобщается в одно событие по тому результату, который произвел этот ряд событий, и, соответственно, этому обобщению обобщается и весь ряд приказаний в одно выражение воли. Мы говорим, Наполеон захотел и сделал поход на Россию. В действительности же мы никогда не найдем во всей деятельности Наполеона ничего подобного выражению этой воли, а увидим ряды приказаний и выражений его воли, самым разнообразным и неопределенным образом направленных. Из бесчисленного ряда неисполненных наполеоновских приказаний составился ряд исполненных приказаний для похода двенадцатого года, не потому, чтобы приказания эти чем-нибудь отличались от других неисполненных приказаний, а потому, что ряд этих приказаний совпал с рядом событий, приведших французские войска в Россию. Точно так же, как в трафарете нарисуется такая или другая фигура не потому, в какую сторону и как мазать по нем красками, а потому, что по фигуре, вырезанной в трафарете, во все стороны было мазано краской, так что, рассматривая во времени отношение приказаний к событиям, мы найдем, что приказание ни в коем случае не может быть причиной событий, а что между тем и другим существует известная определенная зависимость. Для того, чтобы понять, в чем состоит эта зависимость, необходимо восстановить другое упущенное условие всякого приказания, исходящего не от божества, а от человека, и состоящее в том, что сам приказывающий человек участвует в событии. Это-то отношение приказывающего к тем, кому он приказывает, и есть именно то, что называется властью. Отношение это состоит в следующем. Для общей деятельности люди складываются всегда в известные соединения, в которых, несмотря на различие цели, поставленные для совокупного действия, отношения между людьми, участвующими в действии, всегда бывают одинаковые. Складываясь в эти соединения, люди всегда становятся между собой в такое отношение, что наибольшее количество людей принимают наибольшее прямое участие, и наименьшее количество людей наименьшее прямое участие в том совокупном действии, для которого они складываются. Из всех тех соединений, в которые складываются люди для совершения совокупных действий, одно из самых резких и определенных есть войско. Всякое войско составляется из низших по военному званию членов, рядовых, которых всегда самое большое количество, из следующих по военному званию более высших чинов, капралов, унтер-офицеров, которых число меньше первого, еще высших, число которых еще меньше, и так далее, до высшей военной власти, которая сосредоточивается в одном лице. Военное устройство может быть совершенно точно выражено фигурой конуса, в котором основания самым большим диаметром будут составлять рядовые, высшие, меньшие основания, высшие чины армии и так далее, до вершины конуса, точку которой будет составлять полководец. Солдаты, которых наибольшее число, составляют низшие точки конуса и его основания. Солдат сам непосредственно колет, режет, жжет, грабит, и всегда на эти действия получает приказания от вышестоящих лиц, сам же никогда не приказывает. Унтер-офицер число унтер-офицеров уже меньше, реже совершает самое действие, чем солдат, но уже приказывает. Офицер еще реже совершает самое действие и еще чаще приказывает. Генерал уже только приказывает идти войскам, указывает цель, и почти никогда не употребляет оружие. Полководец уже никогда не может принимать прямого участия в самом действии и только делает общие распоряжения о движении масс. То же отношение лиц между собою обозначается во всяком соединении людей для общей деятельности, в земледелии, торговле, во всяком управлении. И так, не разделяя искусственно всех сливающихся точек конуса и чинов армии или звании и положении какого бы то ни было управления или общего дела от низших до высших обозначается закон, по которому люди для совершения совокупных действий слагаются всегда между собой в таком отношении, что чем непосредственнее люди участвуют в совершении действия, тем менее они могут приказывать, и тем их большее число, и что чем меньше то прямое участие, которое люди принимают в самом действии, тем они больше приказывают, и тем число их меньше. Пока не дойдем таким образом, восходя от низших слоев до одного последнего человека, принимающего наименьшее прямое участие в событии и более всех направляющего свою деятельность на приказывание. Это-то отношение лиц приказывающих к тем, которым они приказывают, и составляет сущность понятия, называемого властью. Восстановив условия времени, при которых совершаются все события, мы нашли, что приказание исполняется только тогда, когда оно относится к соответствующему ряду событий, восстановляя же необходимые условия связи между приказывающим и исполняющим, мы нашли, что по самому свойству своему приказывающие принимают наименьшее участие в самом событии, и что деятельность их исключительно направлена на приказывание. Когда совершается какое-нибудь событие, люди выражают свои мнения, желания о событии, и так как событие вытекает из совокупного действия многих людей, то одно из выраженных мнений или желаний непременно исполняется, хотя приблизительно. Когда одно из выраженных мнений исполнено, мнение это связывается с событием, как предшествовавшее ему приказание. Люди тащат бревно, каждый высказывает свое мнение о том, как и куда тащить. Люди вытаскивают бревно, и оказывается, что это сделано так, как сказал один из них, он приказал. Вот приказание и власть в своем первобытном виде. Тот, кто больше работал руками, мог меньше обдумывать то, что он делал, и соображать то, что может выйти из общей деятельности и приказывать. Тот, кто больше приказывал вследствие своей деятельности словами, очевидно, мог меньше действовать руками. При большем сборище людей, направляющих деятельность на одну цель, еще резче отделяется разряд людей, которые тем менее принимают прямое участие в общей деятельности, чем более деятельность их направлена на приказывание. Человек, когда он действует один, всегда носит сам в себе известный ряд соображений, руководивших, как ему кажется, его прошедшей деятельностью, служащих для него оправданием его настоящей деятельности, и руководящих его в предположении о будущих его поступках, точно тоже делают сборище людей, предоставляя тем, которые не участвуют в действии, придумывать соображения, оправдания и предположения об их совокупной деятельности. По известным или неизвестным нам причинам французы начинают топить и резать друг друга. И, соответственно, событию ему сопутствует его оправдание в выраженных волях людей о том, что это необходимо для блага Франции, для свободы, для равенства. Люди перестают резать друг друга, и событию этому сопутствует оправдание необходимости единства власти, отпора Европе и так далее. Люди идут с запада на восток, убивая себе подобных, и событию этому сопутствуют слова о славе Франции, низости Англии и так далее. История показывает нам, что эти оправдания события не имеют никакого общего смысла, противоречат сами себе. как убийство человека вследствие признания его прав и убийство миллионов в России для уничтожения Англии. Но оправдания эти в современном смысле имеют необходимое значение. Оправдания эти снимают нравственную ответственность с людей, производящих события. Временные цели эти подобны щеткам, идущим для очищения пути по рельсам впереди поезда. Они очищают путь нравственной ответственности людей. Без этих оправданий не мог бы быть объяснен самый простой вопрос, представляющийся при рассмотрении каждого события. Каким образом миллионы людей совершают совокупные преступления войны, убийства и так далее? При настоящих усложненных формах государственной и общественной жизни в Европе возможно ли придумать какое бы то ни было событие, которое бы не было предписано, указано, приказано государями, министрами, парламентами, газетами? Есть ли какое-нибудь совокупное действие, которое не нашло бы себя оправдания в государственном единстве, в национальности, в равновесии Европы, в цивилизации? Так что всякое совершившееся событие неизбежно совпадает с каким-нибудь выраженным желанием, и получая из себя оправдание, представляется как произведение воли одного или нескольких людей? Куда бы не направлялся движущийся корабль, впереди его всегда будет видна струя рассекаемых им волн. Для людей, находящихся на корабле, движение этой струи будет единственно заметное движение. Только следя вблизи, момент за моментом, за движением этой струи и сравнивая это движение корабля, мы убедимся, что каждый момент движения струи определяется движением корабля, и что нас ввело в заблуждение то, что мы сами незаметно движемся. То же самое мы увидим, следя момент за моментом, за движением исторических лиц, то есть восстановляя необходимые условия всего совершающегося, условия непрерывности движения во времени и не упуская из виду необходимой связи исторических лиц с массами. Когда корабль идет по одному направлению, то впереди его находится одна и та же струя, когда он часто переменяет направление, то часто переменяются и бегущие впереди его струи. Но куда бы он ни повернулся, везде будет струя, предшествующая его движению. Что бы ни совершилось, всегда окажется, что это самое было предвидено и приказано. Куда бы ни направлялся корабль, струя, не руководя, не усиливая его движение, бурлит впереди его, и будет издали представляться нам не только произвольно движущейся, но и руководящей движением корабля. Рассматривая только те выражения воли исторических лиц, которые отнеслись к событиям как приказания, историки полагали, что события находятся в зависимости от приказания. Рассматривая же самые события и ту связь с массами, в которой находятся исторические лица. Мы нашли, что исторические лица и их приказания находятся в зависимости от события. Несомненным доказательством этого вывода служит то, что сколько бы ни было приказаний, событие не совершится, если на это нет других причин. Но как скоро совершится событие, какое бы то ни было, то из числа всех беспрерывно выражаемых воль различных лиц найдутся такие, которые по смыслу и по времени отнесутся к событию как приказание. Придя к этому заключению, мы можем прямо и положительно ответить на те два существенные вопроса истории. Первый, что есть власть? Второй, какая сила производит движение народов? Первое, власть есть такое отношение известного лица к другим лицам, в котором лицо это тем менее участвует в действии, чем более оно выражает мнение, предположение и оправдание совершающегося совокупного действия. Второе, движение народов производит не власть, не умственная деятельность, даже не соединение того и другого, как то думали историки, но деятельность всех людей, принимающих участие в событии и соединяющихся всегда так, что те, которые принимают наибольшее прямое участие в событии, принимают на себя наименьшую ответственность и наоборот. В нравственном отношении причиной события представляется власть, в физическом отношении те, которые подчиняются власти, но так как нравственная деятельность немыслима без физической, то причина событий находится ни в той, ни в другой, а в соединении обеих. Или, другими словами, к явлению, которое мы рассматриваем, понятие причины неприложимо. В последнем анализе мы приходим к кругу вечности, к той крайней грани, которой во всякой области мышления приходит ум человеческий, если не играет своим предметом. Электричество производит тепло, тепло производит электричество. Атомы притягиваются, атомы отталкиваются. Говоря о взаимодействии тепла и электричества и об атомах, мы не можем сказать, почему это происходит. И говорим, что это так есть, потому что немыслимо иначе, потому что так должно быть, что это закон. То же самое относится и до исторических явлений. Почему происходит война или революция? Мы не знаем. Мы знаем только, что для совершения того или другого действия люди складываются в известные соединения и участвуют в Если бы история имела дело до внешних явлений, постановления этого простого и очевидного закона было бы достаточно, и мы бы кончили наше рассуждение. Но закон истории относится до человека. Частица материи не может сказать нам, что она вовсе не чувствует потребности притягивания и отталкивания, и что это неправда. Человек же, который есть предмет истории, прямо говорит, я свободен и потому не подлежу законам. Присутствие хотя и невысказанного вопроса о свободе воли человека чувствуется на каждом шагу истории. Все серьезно мысльвшие историки невольно приходили к этому вопросу. Все противоречия неясности истории, тот ложный путь, по которому идет эта наука, основаны только на неразрешенности этого вопроса. Если воля каждого человека была свободна, то есть, что каждый мог поступить так, как ему захотелось, то вся история есть ряд бессвязанных случайностей. Если даже один человек из миллионов в тысячелетний период времени имел возможность поступить свободно, то есть так, как ему захотелось, то очевидно, что один свободный поступок этого человека, противный законам, уничтожает возможность существования каких бы то ни было законов для всего человечества. Если же есть хоть один закон, управляющий действиями людей, то не может быть свободной воли, ибо воля людей должна подлежать этому закону. В этом противоречии заключается вопрос о свободе воли с древнейших времен, занимавшей лучшие умы человечества, и с древнейших времен, постановленной во всем его громадном значении. Вопрос состоит в том, что, глядя на человека, как на предмет наблюдения, с какой бы то ни было точки зрения, богословской, исторической, этической, философской, мы находим общий закон необходимости, которому он подлежит так же, как и все существующее. Глядя же на него из себя, как на то, что мы сознаем, мы чувствуем себя свободными. Сознание это есть совершенно отдельный и независимый от разума источник самопознавания. Через разум человек наблюдает сам себя, но знает он сам себя только через сознание. Без сознания себя немыслимо никакое наблюдение и приложение разума. Для того, чтобы понимать, наблюдать, умозаключать, человек должен прежде сознавать себя живущим. Живущим человек знает себя не иначе, как хотящим, то есть сознает свою волю. Волю же свою, составляющую сущность его жизни, человек сознает и не может сознавать иначе, как свободную. Если, подвергая себя наблюдению, человек видит, что воля его направляется всегда по одному и тому же закону, наблюдает ли он необходимость принимать пищу или деятельность мозга, или что бы то ни было, он не может понимать это всегда одинаковое направление своей воли иначе, как ограничением ее. То, что не было бы свободно, не могло бы быть и ограничено. Воля человека представляется ему ограниченную именно потому, что он сознает ее не иначе, как свободную. Вы говорите «я не свободен», а «я поднял и опустил руку». Всякие понимают, что этот нелогический ответ есть неопровержимое доказательство свободы. Ответ этот есть выражение сознания, не подлежащего разуму. Если бы сознание свободы не было отдельным и независимым от разума источником самопознания, оно бы подчинялось рассуждению и опыту, но в действительности такого подчинения никогда не бывает и немыслимо. Ряд опытов и рассуждений показывает каждому человеку, что он, как предмет наблюдения, подлежит известным законам, и человек подчиняется им и никогда не борется с разум узнанным им законом тяготения или непроницаемости, но тот же ряд опытов и рассуждений показывает ему, что полная свобода, которую он сознает в себе, невозможна, что всякое действие его зависит от его организации, от его характера и действующих на него мотивов, но человек никогда не подчиняется выводам этих опытов и рассуждений. Узнав из опыта и рассуждения, что камень падает вниз, человек несомненно верит этому и во всех случаях ожидает исполнения узнанного им закона. Но узнав также несомненно, что воля его подлежит законам, он не верит и не может верить этому. Сколько бы раз опыт и рассуждения не показывали человеку, что в тех же условиях, с тем же характером он сделает то же самое, и что прежде он, в тысячный раз приступая в тех же условиях, с тем же характером к действию, всегда кончавшемуся одинаково, несомненно, чувствует себя столь же уверенным в том, что он может поступить, как он захочет, как и до опыта. Всякий человек дикий и мыслитель, как бы неотразимо ему не доказывали рассуждения и опыт то, что невозможно представить себе два поступка в одних и тех же условиях, чувствует, что без этого бессмысленного представления, составляющего сущность свободы, он не может себе представить жизни, он чувствует, что как бы это ни было невозможно, это есть, ибо без этого представления свободы, он не только не понимал бы жизни, он не мог бы жить ни одного мгновения, он не мог бы жить потому, что все стремления людей, все побуждения к жизни, суть только стремления к увеличению свободы, богатство бедность, слава неизвестность, власть подвластность, сила слабость, здоровье болезнь, образование невежества, труд досуг, сытость голод, добродетель порог, суть только большие или меньшие степени свободы, представить себе человека не имеющего свободы нельзя иначе, как лишенным жизни. Если понятие о свободе для разума представляется бессмысленным противоречием, как возможность совершить два поступка в один и тот же момент времени, или действие без причины, то это доказывает только то, что сознание не подлежит разуму. Это-то непоколебимое, неопровержимое, неподлежащее опыту и рассуждению сознание свободы, признаваемое всеми мыслителями и ощущаемое всеми людьми без исключения, сознание, без которого немыслимо никакое представление о человеке, и составляет другую сторону вопроса. Человек есть творение всемогущего, всеблагого и всеведущего Бога. Что же такое есть грех, понятие, которым вытекает из сознания свободы человека? Вот вопрос богословия. Действия людей подлежат общим неизменным законам, выражаемым статистикой. В чем же состоит ответственность человека перед обществом, понятие, которое вытекает из сознания свободы? Вот вопрос права. Поступки человека вытекают из его прирожденного характера и мотивов, действующих на него. Что такое есть совесть и сознание добра и зла поступков, вытекающих из сознания свободы? Вот вопрос этики. Человек в связи с общей жизнью человечества представляется подчиненным законам, определяющим эту жизнь, но тот же человек независимо от этой связи представляется свободным. Как должна быть рассматриваема прошедшая жизнь народов и человечества как произведение свободной или несвободной деятельности людей? Вот вопрос истории. Только в наше самоуверенное время популяризации знаний, благодаря сильнейшему орудию невежества распространению книгопечатания, вопрос о свободе воли сведен на такую почву, на которой и не может быть самого вопроса. В наше время большинство так называемых передовых людей, то есть толпа невежд, приняла работы естество испытателей, занимающихся одной стороной вопроса, за разрешение всего вопроса. Души и свободы нет, потому что жизнь человека выражается мускульными движениями, а мускульные движения обусловливаются нервной деятельностью. Души и свободы нет, потому что мы в неизвестный период времени произошли от обезьян. Говорят и пишут и печатают они, вовсе не подозревая того, что тысячелетия тому назад всеми религиями, всеми мыслителями не только признан, но никогда и не был отрицаем тот самый закон необходимости, который с таким старанием они стремятся доказать теперь физиологией и сравнительной зоологией. Они не видят того, что роль естественных наук в этом вопросе состоит только в том, чтобы служить орудием для освещения одной стороны его, ибо то, что с точки зрения наблюдения разум и воля суть только отделения мозга, и то, что человек, следуя общему закону, мог развиться из низших животных в неизвестный период времени, уясняет только с новой стороны тысячелетия тому назад признанную всеми религиями и философскими теориями истину о том, что с точки зрения разума человек подлежит законам необходимости, но ни на волос не подвигает разрешение вопроса, имеющего другую, противоположную сторону, основанную на сознании свободы. Если люди произошли от обезьян в неизвестный период времени, то это столь же понятно, как и то, что люди произошли от горсти земли в известный период времени, в первом случае х есть время, во втором происхождении. И вопрос о том, каким образом соединяется сознание свобода человека с законом необходимости, которому подлежит человек, не может быть разрешен сравнительной физиологией и зоологией, ибо в лягушке, кролике и обезьяне мы можем наблюдать только мускульно-нервную деятельность, а в человеке и мускульно-нервную деятельность, и сознание. Естество испытатели и их поклонники, думающие разрешить вопрос этот, подобны штукатурам, которых бы приставили заштукатуривать одну сторону стены церкви, и которые, пользуясь отсутствием главного распорядителя работ, в порыве усердия замазывали бы своею штукатуркой и окна, и образа, и леса, и неутвержденные еще стены, и радовались бы на то, как с их штукатурной точки зрения все выходит ровно и гладко. Разрешение вопроса о свободе и необходимости для истории перед другими отраслями знания, в которых разрешался этот вопрос, имеет то преимущество, что для истории вопрос этот относится не к самой сущности воли человека, а к представлению о проявлении этой воли в прошедшем и в известных условиях. История по разрешению этого вопроса становится к другим наукам в положении науки опытной, к наукам умозрительным. История своим предметом имеет не самую волю человека, а наше представление о ней. И потому для истории не существует, как для богословия, этики и философии, неразрешимой тайны о соединении двух противоречий свободы и необходимости. История рассматривает представление о жизни человека, в котором соединение этих двух противоречий уже совершилось. В действительной жизни каждое историческое событие, каждое действие человека понимается весьма ясно и определенно, без ощущения малейшего противоречия, несмотря на то, что каждое событие представляется частью свободным, частью необходимым. Для разрешения вопроса о том, как соединяются свобода и необходимость, и что составляет сущность этих двух понятий, философия истории может и должна идти путем противным тому, по которому шли другие науки. Вместо того, чтобы, определив в самих себе понятие о свободе и о необходимости, под составленное определение подводить явление жизни, история из огромного количества подлежащих ей явлений, всегда представляющихся в зависимости от свободы и необходимости, должна вывести определение самих понятий, о свободе и необходимости. Какое бы мы не рассматривали представление о деятельности многих людей или одного человека, мы понимаем ее не иначе, как произведением отчасти свободы человека, отчасти законов необходимости. Говоря ли о переселении народов и набегах варваров или о распоряжениях Наполеона Третьего, или о поступке человека, совершенном час тому назад и состоящем в том, что из нескольких направлений прогулки он выбрал одно, мы не видим ни малейшего противоречия. Мера свободы и необходимости, руководившей поступками этих людей, ясно определена для нас. Весьма часто представление о большей или меньшей свободе различно, смотря по различной точке зрения, с которой мы рассматриваем явление, но всегда одинаково каждое действие человека представляется нам не иначе, как известным соединением свободы и необходимости. В каждом рассматриваемом действии мы видим известную долю свободы и известную долю необходимости. И всегда, чем более в каком бы то ни было действии мы видим свободы, тем менее необходимости. И чем более необходимости, тем менее свободы. Отношение свободы к необходимости уменьшается и увеличивается, смотря по той точке зрения, с которой рассматривается поступок, но отношение это всегда остается обратно пропорциональным. Человек, тонущий, хватаясь за другого и потопляя его, или изнуренная кормлением ребенка голодная мать, крадущая пищу, или человек, приученный к дисциплине по команде в строю, убивающий беззащитного человека, представляются менее виновными, то есть менее свободными и более подлежащими закону необходимости тому, кто знает те условия, в которых находились эти люди, и более свободными тому, кто не знает, что тот человек сам тонул, что мать была голодна, солдат был в строю и так далее. Точно так же человек, двадцать лет тому назад совершивший убийство, и после того спокойно и безвредно живший в обществе, представляется менее виновным. Поступок его, более подлежащим закону необходимости, для того, кто рассматривает его поступок по истечении двадцати лет, и более свободным тому, кто рассматривал тот же поступок через день после того, как он был совершен. И точно так же каждый поступок человека, сумасшедшего, пьяного или сильно возбужденного, представляется менее свободным и более необходимым тому, кто знает душевное состояние того, кто совершил поступок, и более свободным и менее необходимым тому, кто этого не знает. Во всех этих случаях увеличивается или уменьшается понятие о свободе, и, соответственно тому, уменьшается или увеличивается понятие о необходимости, смотря по той точке зрения, с которой рассматривается поступок. Так что, чем большее представляется необходимость, тем меньшее представляется свобода. И наоборот. Религия, здравый смысл человечества, наука права и сама история одинаково понимают это отношение между необходимостью и свободой. Все, без исключения случаи, в которых увеличивается и уменьшается наше представление о свободе и о необходимости, имеют только три основания. Первое – отношение человека, совершившего поступок, к внешнему миру. Второе – ко времени. И третье – к причинам, произведшим поступок. Первое основание – есть большее или меньшее видимое нами отношение человека к внешнему миру. Более или менее ясное понятие о том определенном месте, которое занимает каждый человек по отношению ко всему, одновременно с ним существующему. Это есть то основание, вследствие которого очевидно, что тонущий человек менее свободен и более подлежит необходимости, чем человек, стоящий на суше. То основание, вследствие которого действия человека, живущего в тесной связи с другими людьми в густонаселенной местности, действия человека, связанного с семьей, службой, предприятиями, представляются, несомненно, менее свободными и более подлежащими необходимости, чем действия человека, одинокого и уединенного. Если мы рассматриваем человека одного, без отношения его ко всему окружающему, то каждое действие его представляется нам свободным. Но если мы видим хоть какое-нибудь отношение его к тому, что окружает его, если мы видим связь его с чем бы то ни было, с человеком, который говорит с ним, с книгой, которую он читает, с трудом, которым он занят, даже с воздухом, который его окружает, со светом даже, который падает на окружающие его предметы, мы видим, что каждое из этих условий имеет на него влияние и руководит хотя одной стороной его деятельности. И настолько, насколько мы видим этих явлений, настолько уменьшается наше представление о его свободе и увеличивается представление о необходимости, которой он подлежит. Второе основание есть большее или меньшее видимое временное отношение человека к миру. Более или менее ясное понятие о том месте, которое действие человека занимает во времени. Это есть то основание, вследствие которого падение первого человека, имевшее своим последствиям происхождение рода человеческого, представляется, очевидно, менее свободным, чем вступление в брак современного человека. Это есть то основание, вследствие которого жизнь и деятельность людей, живших века тому назад, и связанное со мною во времени, не может представляться мне столь свободную, как жизнь современная, последствия которой мне еще неизвестны. Постепенность представления о большей или меньшей свободе и необходимости в этом отношении зависит от большего или меньшего промежутка времени, от совершения поступка до суждения о нем. Если я рассматриваю поступок, совершенный мной минуту тому назад, при приблизительно тех же самых условиях, при которых я нахожусь теперь, мой поступок представляется мне, несомненно, свободным. Но если я обсуживаю поступок, совершенный месяц тому назад, то, находясь в других условиях, я невольно признаю, что если бы поступок этот не был совершен, многое полезное, приятное и даже необходимое, вытекшее из этого поступка, не имело бы места. Если я перенесусь воспоминаниям к поступку еще более отдаленному, за десять лет и далее, то последствия моего поступка представятся мне еще очевиднее, и мне трудно будет представить себе, что бы было, если бы не было поступка. Чем дальше назад буду переноситься я воспоминаниями или, что то же самое, вперед суждением, тем рассуждение мое о свободе поступка будет становиться сомнительнее. Точно ту же прогрессию убедительности об участии свободной воли в общих делах человечества мы находим и в истории. Совершившееся современное событие представляется нам, несомненно, произведением всех известных людей, но в событии более отдаленном мы видим уже его неизбежные последствия, помимо которых мы ничего другого не можем представить. И чем дальше переносимся мы назад в рассматривании событий, тем менее они нам представляются произвольными. Австро-прусская война представляется нам несомненным последствием действий хитрого бисмарка и тому подобное. Наполеоновские войны, хотя уже сомнительно, но еще представляются нам произведениями воли героев. Но в крестовых походах мы уже видим события, определенно занимающие свое место и без которого немыслимо новые истории Европы. Хотя точно так же для летописцев крестовых походов событие это представлялось только произведением воли некоторых лиц. В переселении народов никому уже в наше время не приходит в голову, чтобы от произвола Аттиллы зависело обновить европейский мир. Чем дальше назад мы переносим в истории предмет наблюдения, тем сомнительнее становится свобода людей, производивших события, и тем очевиднее закон необходимости. Третье основание есть большая или меньшая доступность для нас бесконечной связи причин, составляющие неизбежные требования разума, и в которой каждое понимаемое явление, и потому каждое действие человека, должно иметь свое определенное место, как следствие для предыдущих и как причина для последующих. Это есть то основание, в средстве которого действия свои и других людей представляются нам, с одной стороны, тем более свободными и менее подлежащими необходимости, чем более известны нам те, выведенные из наблюдения физиологические, психологические и исторические законы, которым подлежит человек, и чем вернее усмотрено нами физиологическое, психологическое или историческое причина действия, с другой стороны, чем проще само наблюдаемое действие и чем не сложнее характером и умом тот человек, действие которого мы рассматриваем, когда мы совершенно не понимаем причины поступка, в случае ли злодейства, добродетели или даже безразличного по добру и злу поступка, мы в таком поступке признаем наибольшую долю свободы, в случае злодейства мы более всего требуем за такой поступок наказание, в случае добродетели более всего ценим такой поступок, В безразличном случае признаем наибольшую индивидуальность, оригинальность, свободу. И если хоть одна из бесчисленных причин известна нам, мы признаем уже известную долю необходимости и менее требуем возмездия за преступления, менее признаем заслуги в добродетельном поступке, менее свободы в казавшемся оригинальном поступке. То, что преступник был воспитан в среде злодеев, уже смягчает его вину. Самоотвержение отца матери, самоотвержение с возможностью награды, более понятно, чем беспричинные самоотвержения, и потому представляется менее заслуживающим сочувствия, менее свободным. Основатель секты, партии, изобретатель, менее удивляет нас, когда мы знаем, как и чем была подготовлена его деятельность. Если мы имеем большой ряд опытов, если наблюдение наше постоянно направлено на отыскание соотношений в действиях людей между причинами и следствиями, то действия людей представляются нам тем более необходимыми и тем менее свободными, чем вернее мы связываем последствия с причинами. Если рассматриваемые действия просты, и мы для наблюдения имели огромное количество таких действий, то представление наше об их необходимости будет еще полнее. Бесчестный поступок сына бесчестного отца, дурное поведение женщины, попавшей в известную среду, возвращение к пьянству пьяницы и тому подобное – суть поступки, которые тем менее представляются нам свободными, чем понятнее для нас причина. Если же и самый человек, действие которого мы рассматриваем, стоит на самой низкой ступени развития ума, как ребенок, сумасшедший, дурачок, то мы, зная причины действия и несложность характера и ума, уже видим столь большую долю необходимости и столь малую свободы, что, как скоро нам известна причина, долженствующая произвести действия, мы можем предсказать поступок. Только на этих трех основаниях строится существующая во всех законодательствах невменяемость преступлений и уменьшающая вину обстоятельства. Вменяемость представляется большую или меньшую, смотря по большему или меньшему знанию условий, в которых находился человек, поступок которого обсуживается, по большему или меньшему промежутку времени от совершения поступка до суждения о нем и по большему или меньшему пониманию причин поступка. Итак, представление наше о свободе и необходимости постепенно уменьшается и увеличивается, смотря по большей или меньшей связи с внешним миром, по большему или меньшему отдалению времени и большей или меньшей зависимости от причин, в которых мы рассматриваем явление жизни человека. Так что если мы рассматриваем такое положение человека, в котором связь его с внешним миром наиболее известна, период времени суждения от времени совершения поступка наибольшей и причины поступка наидоступнейшие, то мы получаем представление о наибольшей необходимости и наименьшей свободе. Если же мы рассматриваем человека, если действие его совершено в ближайший момент к настоящему и причины его действия нам недоступны, то мы получим представление о наименьшей необходимости и наибольшей свободе. Но ни в том, ни в другом случае, как бы мы не изменяли нашу точку зрения, как бы не уясняли себе ту связь, в которой находится человек с внешним миром, или как бы недоступна она нам казалась, как бы не удлиняли или укорачивали период времени, как бы понятны или непостижимы ни были для нас причины, мы никогда не можем себе представить ни полной свободы, ни полной необходимости. Первое. Как бы мы не представляли себе человека исключенным от влияния внешнего мира, мы никогда не получим понятия о свободе в пространстве. Всякое действие человека неизбежно обусловлено и тем, что окружает его самым телом человека. Я поднимаю руку и опускаю ее. Действие мое кажется мне свободным. Но спрашивая себя, мог ли я по всем направлениям поднять руку, я вижу, что я поднял руку по тому направлению, по которому для этого действия было менее препятствий, находящихся как в телах меня окружающих, так и в устройстве моего тела. Если из всех возможных направлений я выбрал одно, то я выбрал его потому, что по этому направлению было меньше препятствий. Для того, чтобы действие мое было свободным, необходимо, чтобы оно не встречало себе никаких препятствий. Для того, чтобы представить себе человека свободным, мы должны представить его себе вне пространства, что, очевидно, невозможно. Второе. Как бы мы не приближали время осуждения ко времени поступка, мы никогда не получим понятие свободы во времени. Ибо если я рассматриваю поступок, совершенный секунду тому назад, я все-таки должен признать не свободу поступка, так как поступок закован тем моментом времени, в котором он совершен. Могу ли я поднять руку? Я поднимаю ее, но спрашиваю себя, мог ли я не поднять руки в тот прошедший уже момент времени. Чтобы убедиться в этом, я в следующий момент не поднимаю руки. Но я не поднял руки не в тот первый момент, когда я спросил себя о свободе. Прошло время, удержать которое было не в моей власти. И та рука, которую я тогда поднял, и тот воздух, в котором я тогда сделал то движение, уже не тот воздух, который теперь окружает меня, и не та рука, которой я теперь не делаю движение. Тот момент, в который совершилось первое движение, невозвратим, и в тот момент я мог сделать только одно движение, и какое бы я ни сделал движение, движение это могло быть только одно. То, что я в следующую минуту не поднял руки, не доказало того, что я мог не поднять ее. И так как движение мое могло быть только одно в один момент времени, то оно и не могло быть другое. Для того, чтобы представить его себе свободным, надо представить его себе в настоящем, в грани прошедшего и будущего, то есть вне времени, что невозможно. И третье. Как бы не увеличивалась трудность постижения причины, мы никогда не придем к представлению полной свободы, то есть к отсутствию причины. Как бы не была непостижима для нас причина выражения воли в каком бы то ни было своем или чужом поступке, первое требование ума есть предположение и отыскание причины, без которой немыслимо никакое явление. Я поднимаю руку с тем, чтобы совершить поступок, независимый от всякой причины. Но то, что я хочу совершить поступок, не имеющий причины, есть причина моего поступка. Но даже если бы, представив себе человека совершенно исключенного от всех влияний, рассматривая только его мгновенный поступок настоящего и не вызванный никакой причиной, мы бы допустили бесконечно малый остаток необходимости равным нулю, мы бы и тогда не пришли к понятию о полной свободе человека. Ибо существо, не принимающее на себя влияние внешнего мира, находящееся вне времени и не зависящее от причин, уже не есть человек. Точно так же мы никогда не можем представить себе действия человека без участия свободы и подлежащего только закону необходимости. Первое. Как бы ни увеличивалось наше знание тех пространственных условий, в которых находится человек, знание это никогда не может быть полное, так как число этих условий бесконечно велико, так же, как бесконечно пространство. И потому как скоро определены не все условия влияния на человека, то и нет полной необходимости, а есть известная доля свободы. Второе. Как бы мы ни удлиняли период времени от того явления, которое мы рассматриваем, до времени суждения, период этот будет конечен, а время бесконечно, и потому и в этом отношении никогда не может быть полной необходимости. Третье. Как бы ни была доступна цепь причин, какого бы то ни было поступка, мы никогда не будем знать всей цепи, так как она бесконечна, и опять никогда не получим полной необходимости. Но, кроме того, если бы даже допустив остаток наименьшей свободы равным нулю, мы бы признали в каком-нибудь случае, как, например, в умирающем человеке, в зародыше, в идиоте, полное отсутствие свободы, мы бы тем самым уничтожили самое понятие о человеке, которое мы рассматриваем, ибо как только нет свободы, нет и человека. И потому представление о действии человека, подлежащем одному закону необходимости, без малейшего остатка свободы, так же невозможно, как и представление о вполне свободном действии человека. Итак, для того, чтобы представить себе действия человека, подлежащие одному закону необходимости, без свободы, мы должны допустить знания бесконечного количества пространственных условий, бесконечного великого периода времени и бесконечного ряда причин. Для того, чтобы представить себе человека совершенно свободного, не подлежащего закону необходимости, мы должны представить его себе одного, вне пространства, вне времени и вне зависимости от причин. В первом случае, если бы, возможно, была необходимость без свободы, мы бы пришли к определению закона необходимости той же необходимостью, то есть к одной форме без содержания. Во втором случае, если бы, возможно, была свобода без необходимости, мы бы пришли к безусловной свободе вне пространства, времени и причин, которые по тому самому, что была бы безусловна и ничем не ограничивалась, было бы ничто или одно содержание без формы. Мы бы пришли вообще к тем двум основаниям, из которых складывается все миросозерцание человека, к непостижимой сущности жизни и к законам, определяющим эту сущность. Разум, говорит, первое, пространство со всеми формами, которые дает ему видимость его материя, бесконечно и не может быть мыслимо иначе. Второе. Время есть бесконечное движение без одного момента покоя, и оно не может быть мыслимо иначе. Третье. Связь причин и последствий не имеет начала и не может иметь конца. Сознание говорит. Первое. Я один, и все, что существует, есть только я. Следовательно, я включаю пространство. Второе. Я меряю бегущее время неподвижным моментом настоящего, в котором одном я сознаю себя живущим. Следовательно, я вне времени. И третье. Я вне причины, ибо я чувствую себя причиной всякого проявления своей жизни. Разум выражает законы необходимости, сознание выражает сущность свободы. Свобода, ничем не ограниченная, есть сущность жизни в сознании человека. Необходимость без содержания, есть разум человека с его тремя формами. Свобода есть то, что рассматривается. Необходимость есть то, что рассматривает. Свобода есть содержание. Необходимость есть форма. Только при разъединении двух источников познавания, относящихся друг к другу как форма к содержанию, получаются отдельно взаимно исключающиеся и непостижимые понятия о свободе и о необходимости. Только при соединении их получается ясное представление о жизни человека. Вне этих двух взаимноопределяющихся в соединении своем как форма с содержанием понятий, невозможно никакое представление жизни. Все, что мы знаем о жизни людей, есть только известное отношение свободы к необходимости, то есть сознания к законам разума. Все, что мы знаем о внешнем мире природы, есть только известное отношение сил природы к необходимости или сущности жизни к законам разума. Силы жизни природы лежат вне нас и не сознаваемы нами, и мы называем эти силы тяготением, инерцией, электричеством, животной силой и так далее. Но сила жизни человека сознаваема нами, и мы называем ее свободой. Но точно так же, как непостижимая сама в себе сила тяготения, ощущаемая всяким человеком, только настолько понятно нам, насколько мы знаем законы необходимости, которой она подлежит, от первого знания, что все тела тяжелы до закона Ньютона, Точно так же и непостижимая сама в себе сила свободы, сознаваемая каждым, только настолько понятна нам, насколько мы знаем законы необходимости, которым она подлежит, начиная от того, что всякий человек умирает, и до знания самых сложных экономических или исторических законов. Всякое знание есть только подведение сущности жизни под законы разума. Свобода человека отличается от всякой другой силы тем, что сила эта сознаваема человеком. Но для разума она ничем не отличается от всякой другой силы. Сила тяготения электричества или химического средства только тем и отличаются друг от друга, что силы эти различно определены разумом. Точно так же сила свобода человека для разума отличается от других сил природы только тем определением, которое ей дает этот разум. Свобода же без необходимости, то есть без законов разума, определяющих ее, ничем не отличается от тяготения или тепла или силы растительности. Она есть для разума только мгновенное, неопределимое ощущение жизни. И как неопределимая сущность силы, двигающие небесные тела, неопределимая сущность силы тепла, электричества или силы химического средства или жизненной силы составляют содержание астрономии, физики, химии, ботаники, зоологии и т.д., точно так же сущность силы свободы составляет содержание истории. Но точно так же, как предмет всякой науки есть проявление этой неизвестной сущности жизни, сама же эта сущность может быть только предметом метафизики, точно так же проявление силы свободы людей в пространстве, времени и зависимости от причин составляет предмет истории. В науках опытных то, что известно нам, мы называем законами необходимости. То, что неизвестно нам, мы называем жизненной силой. Жизненная сила есть только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о сущности жизни. История рассматривает проявление свободы человека в связи с внешним миром. Во времени и в зависимости от причин, то есть определяет эту свободу законами разума. И потому история только настолько есть наука, насколько эта свобода определена этими законами. Для истории признание свободы людей как силой, могущей влиять на исторические события, то есть неподчиненной законам, есть то же, что для астрономии признание свободной силой движения небесных сил. Признание это уничтожает возможность существования законов, то есть какого бы то ни было знания. Если существует хоть одно свободно двигающееся тело, то не существует более законов Кеплера и Ньютона, и не существует более никакого представления о движении небесных тел. Если существует один свободный поступок человека, то не существует ни одного исторического закона и никакого представления об исторических событиях. Для истории существуют линии движения человеческих воль, один конец которых скрывается в неведомом, а на другом конце которых движется в пространстве, во времени и в зависимости от причин, сознание свободы людей в настоящем. Чем более развигается перед нашими глазами это поприще движения, тем очевиднее законы этого движения. Уловить и определить эти законы составляет задачу истории. С той точки зрения, с которой наука смотрит теперь на свой предмет, по тому пути, по которому она идет, отыскивая причины явлений в свободной воле людей, выражение законов для науки невозможно. Ибо как бы мы не ограничивали свободу людей, как только мы ее признали за силу, не подлежащую законам, существование закона невозможно. Только ограничив эту свободу до бесконечности, то есть рассматривая ее как бесконечно малую величину, мы убедимся в совершенной недоступности причин, и тогда вместо отыскания причин, история поставит своей задачей отыскание законов. Отыскание этих законов уже давно начато, и те новые приемы мышления, которые должна усвоить себе история, вырабатываются одновременно с самоуничтожением, которому все дробя и дробя причины явлений идет старая история. По этому пути шли все науки человеческие. Придя к бесконечно малому, математика, точнейшая из наук, оставляет процесс дробления и приступает к новому процессу суммования неизвестных бесконечно малых. Отступая от понятия о причине, математика отыскивает закон, то есть свойства, общие всем неизвестным бесконечно малым элементам. Хотя и в другой форме, но по тому же пути мышления шли и другие науки. Когда Ньютон высказал закон тяготения, он не сказал, что солнце или земля имеют свойство притягивать, он сказал, что всякое тело, от крупнейшего до малейшего, имеет свойство как бы притягивать одно другое. То есть, оставив в стороне вопрос о причине движения тел, он выразил свойства, общие всем телам, от бесконечно великих до бесконечно малых. То же делают естественные науки. Оставляя вопрос о причине, они отыскивают законы. На том же пути стоит и история. И если история имеет предметом изучения движения народов и человечества, а не описание эпизодов из жизни людей, то она должна, отстранив понятия и причин, отыскивать законы, общие всем равным и неразрывно связанным между собою бесконечно малым элементам свободы. С тех пор, как найден и доказан закон Коперника, одно признание того, что движется не Солнце, а Земля, уничтожило всю космографию древних. Можно было, опровергнув закон, удержать старое воззрение на движении тел. Но не опровергнув его, нельзя было, казалось, продолжать изучение Птоломеевых миров. Но и после открытия закона Коперника Птоломеевы миры еще долго продолжали изучаться. С тех пор, как первый человек сказал и доказал, что количество рождений или преступлений подчиняется математическим законам, и что известные географические и политико-экономические условия определяют тот или другой образ правления, что известные отношения населения к Земле производят движение народа, с тех пор уничтожились в сущности своей те основания, на которых строилась история. Можно было, опровергнув новые законы, удержать прежние воззрения на историю, но не опровергнув их, нельзя было, казалось, продолжать изучать исторические события как произведение свободной воли людей, ибо если установился такой-то образ правления, или совершилось такое-то движение народа вследствие таких-то географических, этнографических или экономических условий, то воля тех людей, которые представляются нам установившими образ правления или возбудившими движение народа, уже не может быть рассматриваема как причина. А между тем, прежняя история продолжает изучаться наравне с законами статистики, географии, политической экономии, сравнительной филологии и геологии, прямо противоречащими ее положениям. Долго и упорно шла в физической философии борьба между старым и новым взглядом. Богословие стояло на страже за старый взгляд и обвиняло новой в разрушении откровения. Но когда истина победила, богословие построилось так же твердо на новой почве. Так же долго и упорно идет борьба в настоящее время между старым и новым воззрением на историю. И точно так же богословие стоит на страже за старый взгляд и обвиняет новый в разрушении откровения. Как в том, так и в другом случае, с обеих сторон борьба вызывает страсти и заглушает истину. С одной стороны является борьба страха и жалости за все веками воздвигнутые здания, с другой — борьба страсти к разрушению. Людям, боровшимся с возникавшей истинной физической философией, казалось, что, признай они эту истину, разрушается вера в Бога, в сотворение тверди, в чудо Иисуса на вина. Защитникам законов Коперника и Ньютона, Вольтеру, например, казалось, что законы астрономии разрушают религию, и он, как орудие против религии, употреблял законы тяготения. Точно так же теперь, кажется, стоит только признать закон необходимости и разрушатся понятия о душе, о добре и зле, и все воздвигнутые на этом понятии государственные и церковные учреждения. Точно так же теперь, как Вольтер в свое время непризнанные защитники закона необходимости употребляют закон необходимости как орудие против религии, тогда как... Точно так же, как и закон Коперника в астрономии, закон необходимости в истории не только не уничтожает, но даже утверждает ту почву, на которой строятся государственные и церковные учреждения. Как в вопросе астрономии тогда, как и теперь в вопросе истории, все различие воззрения основано на признании или не признании абсолютной единицы, служащей мерилом видимых явлений. В астрономии это была неподвижность Земли, в истории это независимость личности, свобода. Как для астрономии трудность признания движения Земли состояла в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства неподвижности Земли и такого же чувства движения планет, так и для истории трудность признания подчиненности личности законом пространства, времени и причин состоит в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства независимости своей личности. Но как в астрономии новое воззрение говорило «правда, мы не чувствуем движения Земли, но допустив ее неподвижность, мы приходим к бессмыслице, допустив же движение, которого мы не чувствуем, мы приходим к законам». Так и в истории новое воззрение говорит и «правда», «мы не чувствуем нашей зависимости, но допустив нашу свободу, мы приходим к бессмыслице. Допустив же зависимость от внешнего мира, времени и причин, приходим к законам». В первом случае надо было отказаться от сознания несуществующей неподвижности в пространстве и признать неощущаемое нами движение. В настоящем случае точно так же необходимо отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость. к законам «бессмысленность».